Я рад всех вас приветствовать в Международном антимедийном пресс-центре РИА Новости. Сегодня у нас круглый стол на тему, какие преобразования нужны российскому хоккею. Признаюсь честно, мы специально выждали некоторое время после завершившегося чемпионата мира по хоккею, чтобы нам не совсем смущала именно эта тема. И решили устроить такой круглый стол именно между журналистами, то есть между людьми, которые работают в хоккее, не привлекая каких-то еще сторонних экспертов. Такой вот небольшой сторонний клуб, цеховой я бы даже сказал, клуб тех, кто пишет о хоккее и тех, для кого хоккей неравнодушен. Мы опять же специально, как вы обратили внимание, не стали ставить ни на какие таблички, ни на столе, не выдавая какие-то специальные бэджи людям, которые у нас сидят в аудитории, чтобы как бы уравновесить как-то это дело. И, собственно говоря, возвращаясь к нашей теме, но общаясь с коллегами, готовясь к этому круглому столу, я вынес лично для себя несколько таких проблемных позиций, но это не значит, что проблемные позиции в нашем хоккее вы не можете предложить, собственно говоря, со своего места, на котором вы сейчас находитесь. Формат нашей беседы, вот я предлагаю следующий. Давайте мы не будем искать каких-то виноватых в чем-то, да, и как бы кто виновен в том-то или в этом-то, чего у нас нет. Давайте попытаемся построить наш диалог в конструктивном таком ключе, предлагая какие-то конкретные ходы для решения той или иной проблемы. Ну, если говорить, повторюсь, о проблемах, то вот я для себя наметил несколько, да, вот если мы говорим, там, скажем, про детском и юношеском хоккее, то здесь есть несколько тем, опять же, вы можете со мной не согласиться, ну, в частности, то, что дети наши уже приходят практически подготовленными в хоккейные секции, потому что просто ребенок с улицы, который еще, скажем, не умеет кататься или не умеет, там, какие-то минимальные манипуляции с шайбой делать, он просто не будет, скорее всего, примет, да, в саму хоккейную секцию. То же самое, о чем вы очень часто пишете, это нацеленность, там, скажем, на результат детских тренеров, да, а не на то, чтобы, на техническая подготовка игроков и тому подобное. Сложнейшая, опять же, проблема, с моей точки зрения, опять же, может быть, вы согласитесь, может быть, нет, это переход из юниоров во взрослые, где у нас там в три раза, если отталкиваться от официальных цифр федерации хоккея, сокращается количество игроков. То есть, если у нас там порядка 57 зарегистрировано вообще взрослых юниоров, да, детей, занимающихся хоккеем, то взрослый хоккей переходит всего 26 тысяч. Наверное, стоит поговорить также о массовом хоккее, да, насколько, как бы, здесь можно что-то сделать, либо не сделать. И еще одна отдельная тема, которую мне тоже хотелось бы, чтобы мы с вами затронули, это, наверное, аналитически-методическая работа. Сюда, наверное, можно включить и какие-то, ну, работу конкретно по подготовке, наверное, тренеров. Хотя, опять же, если отталкиваться от той программы развития хоккея, которая вывешена на сайте Федерации хоккея России, то там вроде как бы ежегодно достаточно большое количество специалистов прибавляется, куда они деваются, тоже большой вопрос. Я хотел бы, чтобы меня, может быть, поддержало, либо наоборот, в чем-то меня спорил сидящий от меня слева Сергей Федотов, которого совсем недавно континентальная хоккейная лига признала лучшим телекомментатором нашей страны, с чем я его сердечно поздравляю. Сергей, тебе слово. Да, и давайте, наверное, говорить на «ты», поскольку мы все друг друга знаем, мы все в этом как бы цеху работаем, ну, как бы, ну, в общем, на «ты». Ну, я думаю, что, в принципе, то, что сейчас так серьезно опять поднялся вопрос интереса, что с нашим хоккеем, это есть хорошо. Как бы это ни жестко звучало, получается, что именно такое серьезное поражение на чемпионате мира возбудило народ все-таки говорить о том, что не все так хорошо в нашем хоккее. Может быть, это удивительно, но уверен, что коллеги-то прекрасно знают и со мной согласятся, что эти проблемы не то, что за год изменились, а даже в прошлом году, когда мы говорили, какая замечательная сборная России, как мы здорово выиграли чемпионат мира, эти проблемы были. Поэтому я бы стал разделять проблемы национальных сборных, то есть проблемы в достижении или каких-то неудач высшего нашего хоккея, и вот то, что Сергей-то сказал, массовость детских хоккей. По поводу более глобальных вещей, детских хоккей, юношеских хоккей, у меня есть глубокое убеждение, что нельзя спорт отделять от страны как таковой, от экономической составляющей, от политической какой-то составляющей. Мы все прекрасно знаем, что у нас спорт, в принципе, это где-то национальная идея. Я хочу сказать, что современное руководство страны прекрасно это понимает, но, на мой взгляд, понятие, оно несколько одностороннее. То есть понятие больше относится к каким-то спорту высших достижений. Почему? Ну, на самом деле, это где-то, на мой взгляд, перекликается с советским нашим этапом страны, когда, если есть медали, если есть успехи, значит, в принципе, можно рапортовать, и даже можно, я даже честно буду называть вещи своими именами, где-то даже обманывает народ, что со спортом у нас все хорошо. Но в советские времена действительно со спортом было все неплохо. Именно говорим о массовом спорте. Сейчас, если брать хоккей, вид спорта достаточно дорогой. Возможности у родителей, даже если есть желание, даже если ребенок действительно имеет какие-то таланты, спокойно отдать в хоккейную школу, таких возможностей нет. Ну, наверное, на счастье, вот у меня есть племянник, который достаточно серьезно занимается хоккеем. Живет он в городе Чебоксары, где, в принципе, хоккейная школа, условно, так называем, работает до 14 лет. То есть 14 лет, получается, подросток выпускается, и дальше он абсолютно птица в свободном полете. И начинают родители. Кто-то едет в Казань, кто-то там в Подмосковье, кто-то в Уфу. Пытаются они пристроить. Вот этот процесс потери, вот этого возраста, о чем ты уже говорил, происходит вот на классическом таком примере. Причем, вот мой племянник, он ездил со своим отцом и в Подмосковье, поиграл где-то в Дмитрове. И опять я почему коснулся темы экономического нашего устройства. Если в стране, все говорят, есть огромная проблема, которая называется коррупция, эта проблема существует достаточно серьезно и в хоккее. Именно в детском, в юношеском хоккее проблема коррупции стоит очень-очень остро. Эту тему, насколько мне известно, не часто поднимают. Вот мой коллега Владимир Дегтярев, работая на Радио Спорт, я знаю, достаточно серьезно этой темой занимается, не замалчивает, говорит о этих проблемах. Я частенько общаюсь с коллегой, глубоко уважаемым Борисовичем Майоровым, который входит в состав Федерации хоккея России. И он... Полкома даже. Даже из полкома, да. То есть практически высший совет политбюро ФХР, назовем это так. И он честно говорит, но говорит в основном в таких кулуарных беседах, что Федерация хоккея России не может контролировать в полном смысле этого слова региональные отделения. И я в данном случае всегда вспоминаю вот тот анекдот про Чапаева и английских джентльменов, то есть когда мы же тут доверяем, и вот на доверии возникают эти вопросы. Хорошо, а вот делать что, извините, что перебиваю? То есть как вот, что как рецепт можно предложить вот в этой ситуации, если мы видим проблему? Мы проблему видим. Я думаю, что... Поменять систему. Каким образом? Во-первых, начать с Федерации хоккея России. Надо с них спрашивать, что происходит и кто должен заниматься. Ведь по сути Федерация хоккея России, первая задача этой организации заниматься как раз-таки популяризацией хоккея вообще в стране в целом. Это их первая очередная задача, и с этого они должны начинать. Но у них эта задача продекларирована вот в той программе, о которой мы с тобой говорили. Я читал 10 раз уже, наверное, эту программу, если не больше, я ничего там не понимаю. То есть люди пишут одно, но, собственно говоря, на деле-то мы видим совершенно другое. То есть на деле выходит все абсолютно по-другому. Ты вот формулируешь опять же, давайте спрашивать Федерации, давай мы представим на секунду, что как бы у нас есть некая власть. Ну, представим просто, да, и вот мы можем реально какие-то шаги. Я можно только добавлю, у нас главная задача Федерации хоккея России – сбегать наверх, отчитаться, что произошло, как мы сыграли на чемпионате мира, и что у нас получилось на Олимпиадах. Ну, еще Евротур, и все. Ну, все-таки вот давай в конкретную плоскость перейдем. А что реально нужно, вернее, сделать? Не можно, даже нужно. Давай представим, что как бы вот ты сейчас что-то сделал, или позвонил, или решил, как бы вот это все тут же. Отличная задача, тебе сказали, власть есть. Да. Ты знаешь, я достаточно много езжу на семинары всевозможные там по стране, да, и вот в Санкт-Петербурге очень хорошая есть сейчас школа, хоккейная школа «Гладиатор». Люди, можно сказать, энтузиасты, они занимаются тем, что развивают хоккей там. Они привозят достаточно интересные методики из Канады, из США, неважно, да, там даже из Швеции. Вот в прошлом году приезжал президент Федерации хоккей США, Лувайра, по всяким вот спецпроектам, как раз который занимается детским, юношеским и молодежным хоккеем. Так вот, человек привез программу, программа, которая рассчитана на как раз детский и юношеский хоккей. Пожалуйста, эту программу они готовы были отдать бесплатно. Стоит эта программа 4 миллиона долларов. Ее отдавали бесплатно. Никого из Федерации хоккей России я на этом семинаре, к сожалению, не увидел. И, собственно говоря, они даже как-то особо в этом не заинтересованы. Я уж не знаю, по какой причине, почему у них это так происходит, но, собственно говоря, для меня это была загадка. Ну, на самом деле, Владислав Александрович Третьяк, президент Федерации хоккей России, когда проходил молодежный чемпионат мира в Уфе, он в интервью моему коллеге Сергею Крабову, отвечая на вопросы про программу развития хоккея американскую и шведскую, сказал, они нам не подходят. Без объяснения причин, почему не подходят. Я, естественно, тоже программу, которая вывешена на сайте Федерации хоккея, прочитал. Тут очень простая ситуация, я бы сказал, такая российская ситуация. Программа-то есть, но, в принципе, никто ее особо-то не выполняет. И даже дело не в том. На мой взгляд, программа, о которой ты, Володя, уже говорил, она в открытом доступе, в отличие от шведской программы, которой нет в открытом доступе, американская есть. Американцы действительно говорят, пожалуйста, пользуйтесь. Там настолько она большая и объемная, где достаточно конкретно сказано, в каком возрасте, основываясь на научных, медицинских исследованиях американцев, в каком возрасте лучше ставить катание, силовую выносливость и прочее, прочее. То есть, конкретно, а эта программа, это вот просто общий какой-то большой поток фраз, что вот надо, вот одна из формулировок, которая вот, она к чему вроде не обязывает, но, с другой стороны, и неужели это самое главное, прививать патриотизм в программе? Отлично! Конечно, без патриотизма-то никуда. Но какое оно имеет отношение к развитию хоккеиста? Там, в 9, в 12, в 14 лет. То есть, вот в этом главная задача. То есть, я к чему веду? Для того, чтобы программа была настоящей, и она работала, нужны серьезная научная группа, методисты. То есть, те люди, которые будут непосредственно по стране, общую тенденцию, основанную на каких-то общих принятых, но вот приняли шведскую, приняли американскую, свою придумали, ради бога, пускай, но ее как бы нет, этой программы, где четко по возрастам, по этапам расписано, как готовить этих игроков. В каждом регионе готовят абсолютно по-разному. То есть, общей системы нет. В этом, на мой взгляд, главная проблема. И эту проблему надо решать. И люди, которые готовы этим заниматься, у нас есть. Нужно финансирование. Сейчас все-таки те времена, когда, в принципе, хоккей в стране популярен. Тут, кстати, финансирование проблем сейчас, самое главное, что нет. Там же даже суммы озвучены, да, на сайте Федерации хоккей, пожалуйста. И действительно? Все, там есть все суммы, пожалуйста. Ну, вот как это все уходит, куда? Получается, что Федерация хоккей России в большей степени занимается подготовкой национальных сборных разных возрастов. И поэтому, да, вот как Володя сказал, это тоже такая, где-то советская, а с другой стороны, общепринятая система. То есть, вот класс чиновников, что главное, отчитаться перед высшим руководством. У нас здесь золотая медаль. С хоккеем все хорошо. Сейчас поражение, и они задергались, потому что понимают, что и могут спросить. Но ничего не изменилось глобально за год. Это 100%. У нас в аудитории, как минимум, один отец молодого хоккеиста есть. Он же всем вам небезызвестный в недавнем прошлом при Расташе Федерации хоккей России. Владимир, я вот попрошу вас тоже высказаться, может быть, на тему детского хоккей. Только вы идентифицируйте себя, чтобы девушка вас могла найти. Ну, в принципе, первый постулат мы вроде как вывели, да. То есть, нам нужна общая программа, как она есть у американцев. Она есть у тех же самых швейцарцев, да, которые там в свое время тоже молодежную команду катали там в своем... В Швейцарии, на самом деле, даже есть в школьной программе занятия хоккеем. В школьной программе. Я не говорю, что у нас должно быть так в России, да. У вас столько катков нет в школах. Ну, это да, она есть. Прошу вас. Ну, с одной стороны, мне приятно, что, пожалуй, за вот то время после окончания последнего чемпионата мира, где наша сборная не столь удачно выступила, впервые эксперты заговорили, спортивные журналисты, о такой проблеме вообще о детском хоккее. Потому что часто мы говорим о высшем хоккее, хоккее высших достижений, в принципе, да. Федерация, конечно же, как та главная общественная организация, которая отвечает за развитие того или иного вида спорта, в данном случае хоккее, отвечает в первую очередь за вот высшие достижения. Но мы все понимаем, что мы все больше и больше отстаем от Европы, не то, что уж от Северной Америки, а именно от Европы, именно в детском хоккее. И могу вам сказать, что по оценкам скаутов и других специалистов, которые по долгу службы посещают детские турниры в России, они однозначно говорят, что в России детского хоккея нет. Что они подразумевают? Это не то, что у нас дети не занимаются хоккеем. То, что дети занимаются хоккеем неорганизованно, то, что нет общей системы, которая бы четко давала понять, в каком направлении развивается наш детский хоккей. Если мы говорим про российскую, советскую школу хоккея, то каким образом это сейчас доводится до наших детей? Где та система тренировочного процесса, где те наработки, которые были годами, которые давали результат? Они на сегодняшний момент до детей не доходят, не доходят до детских тренеров. В первую очередь, я считаю, что что бы я сделал, если бы я имел какие-то полномочия, то, конечно же, Федерация хоккея России должна объединить, должна информировать всех активистов, всех сподвижников, вот как та же школа-гладиатор, и понимать, что, конечно же, не все программы, которые сюда приводятся, необходимо адаптировать или без адаптации внедрять. Вот этим и должна заниматься Федерация хоккей России. Она должна проверять эту программу, адаптировать и внедрять. Программа у нас, может быть, она и неплохая, но никто не занимается внедрением этой программы на самом низовом уровне. Знаете, когда первый семинар Молодежная хоккейная лига проводила для тренеров в Санкт-Петербурге, тогда еще тренер Санкт-Петербургского СКА Заната сказал удивительную вещь. Он сказал, что я единственный тренер, наверное, из иностранцев, может быть, они в многих ходят, но он ходил и смотрел тренировки из Дюшор Питерского. И он говорил, я прихожу, смотрю и не могу никак понять. В Северной Америке ребенок, занимающийся хоккеем, получает первого профессионального тренера где-то в районе 13-14 лет. У вас дети получают профессионального тренера, имея в виду, что у него спортивное образование тренерское, он уже имел опыт и звание какое-то в хоккее игротское. У вас дети получают в 6 лет. Но куда они потом деваются, почему это не дает того качественного рывка, массовости и того уровня специализированной подготовки у детей, он не мог понять и нам так не объяснил. Вот, наверное, впервые Федерация хоккей России, вот этот звоночек, получив на последних турнирах, должна повернуться к детскому хоккею. Мы должны понимать, когда они приходят к нам, кто за это отвечает. И не надо кивать на региональные организации, мы должны открывать сайт Федерации хоккей России, на котором должны быть реестр тренеров, список всех с Дюшор и других школ хоккейных на территории России, телефонов, методик и прочих-прочих вещей, куда родителям, у которых дети никогда не занимались хоккеем, могли бы позвонить и обратиться. В другом нет пути. Я бы, кстати, со своей стороны хотел добавить, что вот изучал тоже перед этим круглым столом сайт Национальной Федерации хоккейных. Вот, в принципе, то, о чем ты, Володь, говоришь, это как раз вот сайт USA Hockey, да, то есть, как бы, американской именно федерации, потому что там реально эта система, по большому счету, ты на этом сайте можешь зарегистрироваться, как игрок, ну, в смысле, хоккеист, да, там неважно, какого возраста или пола даже, да, потому что для девушек там точно так же такая же есть секция, как судья, либо как тренер. Там, опять же, как бы, обрисовывается вот десятиступенчатая система тренерской подготовки. То есть, ты вот можешь, теоретически, будучи родителем, да, имея минимальные вообще знания какие-то, пройти вот эту десятиступенчатую систему подготовки именно как тренера. При этом, как бы, самими правилами ты не можешь проходить больше одной ступени в год. Для того, чтобы пройти эту ступень, ты должен, соответственно, прослушать там, либо, как бы, поучаствовать в каком-то, наверное, что-то типа семинары, я так себе представляю, я недостаточно глубоко погрузился, чтобы вообще вот в подробностях... Так, семинары, практические занятия, чтобы получить лицензию. Вот, и чтобы от первого уровня до десятого пройти, это, в принципе, как раньше была школа. То есть, ты десять лет должен потратить, за эти десять лет тебя, соответственно, ну, не вложат, это, как бы, помогут, да, как бы, обрести необходимые знания и, соответственно, двигаться внутри вот этой вот карьеры от более простых команд до более сложных. Я бы хотел, на самом деле, всю нашу аудиторию тоже подключить к этому разговору и попросить, может быть, старейшего нашего присутствующего журналиста, Владимира Писаревского, только, пожалуйста, дождитесь микрофона, иначе, как бы, в интернете вас просто не услышат. Спасибо. Вообще, вся история нашего отечественного хоккея у меня перед глазами. Я вспоминаю, когда я впервые тоже захотел попробовать себя в хоккее, это был 1953 год, или 1952-й. Динамо, огромная, так сказать, площадка для хоккея с мячом. Только-только хоккей с шайбой получал свою, так сказать, какую-то популярность в России. Ну, все это было смешно, забавно, по нынешним меркам это вообще. Но, тем не менее, вот как принимали тогда в секцию хоккея? Как известно, все это во дворах было. Вот, азартные игры и так далее. Потом был объявлен прием на стадионе «Динамо». И вот пришло человек 50, насколько я помню. Выстроились ребята вот так вот все шеренгой. И тренер такой, фронтовик там, человек, так сказать, бывал. Говорит, так, отличники есть? Да, есть. Два шага вперед. Значит, выходит человек, наверное, 45. Все отличники. Так, двоечники стоят. Так, отличники, придете через год. Двоечники остаются. Будем с ними заниматься. И кто был среди этих двоечников? Виталий Давыдов, Александров, Веня, значит, Рагулин, Саша. Ну, и я там тоже затесался. Так, вот были двоечники. Вот, пожалуйста. То есть люди абсолютно не думали о кармане и о каких-то, так сказать, других вещах, которые сейчас сплошь и рядом. Мне вспоминается разговор с незабвенным Эдуардом Ивановым. Года четыре назад мы сидели на хоккей, и он говорил, что я тут парня присмотрел очень талантливо, говорит, интересно, на мой взгляд. Я чувствую, что это действительно мастер может. Вот пришел Спартак. Вот, разговаривал там со своими, так сказать, коллегами, он меня знает прекрасно. Вот, порекомендовал. В итоге родители бедные люди ничего не смогли там заплатить или что-то такое. И там существует такой счет, так сказать. Вот. И он не попал в команду. Хотя, говорит, я чувствовал нутром, что из него что-то получится. И кто же попал в команду на его место? Попал сын какого-то священника, который пришел с мешком денег. Он заплатил тренеру. Вы понимаете? Это вторая сторона медали, так сказать, нашего хоккея детского. Мы говорим вот сейчас о глобальных вещах, там, о какой-то методике американцев, там, шведов, финнов, европейских. Но на самом деле, вот это главное, понимаете? То есть тренер, который работает в клубе, он смотрит, прежде всего, на родителей. Кто такие? Есть ли у них деньги? Так сказать, вот они могут с ним встретиться, положить ему в карман что-то. Вот. В итоге мы появляем, у нас появляются какие-то серые, так сказать, под гребенку игроки. И потом они получают какие-то деньги, они становятся ремесленниками на каком-то определенном уровне и играют. Понимаете? Играют в хоккей. Вот. А те, кто мог бы играть по-настоящему, они не попадают вот именно по этой причине. Ну, что я сказал, коррупция, проблема коррупции. Понимаете? Вот в чем дело. Надо на это обратить внимание. То есть здесь, как вот сейчас идет уже такая тенденция о проверке, так сказать, всяких людей, которые у власти, на детекторы лжи. Способны ли они, так сказать, на то, чтобы заработать деньги каким-то нечестным путем. Так и тут надо проверять тренеров, способны ли они. И заплатить им хорошие деньги, чтобы они не нуждались вот в этих родительских, так сказать, каких-то подачках. А искать людей, которые могут. И в итоге я возвращаюсь к разговору с Ивановым. Кто же стал этот парень после этого? Он стал наркоманом. Потому что у него была мечта играть в хоккей. Он был талантлив. Понимаете? Он стал наркоманом. Он говорит, вот родители. Вот итог, так сказать, психи. Хотя у Эдуарда был колоссальный авторитет, и тренер ему знаком хорошо. Но, тем не менее, сыграло роль вот этот карман какого-то человека. Ну, то есть, если переформулировать, то тут получается... Я могу добавить на эту тему. Хорошо. Потому что я много сейчас этой проблемой занимаюсь. И доходит, вот, да, я приглашаю родителей в эфир. Пожалуйста, приходите, говорите. То, что происходит, да. Тут в одной школе, например, тренеру родители там собирали на машину. Они подарили ему машину. Я им говорю, приходите на эфир, рассказывайте. Да, мы все, мы придем. Все нормально. Потом звонок. Нет, мы не придем, потому что там про это узнали, что мы собираемся туда-то пойти, на радио прийти. Все, мы говорить об этом не будем, потому что нашему ребенку будет от этого, ну, скажем так, еще хуже. Там, одному или двоим. Все, они не идут. В том-то и дело. Это проблема огромная. Я таких примеров, да, вот сейчас, опять же, у нас про Унку сейчас идет разговор. Например, да, там, вот сейчас Овачева уволили. А никто же не говорит, да, я вот, например, занялся этой проблемой, тут начался, раздули этот скандал. Я дошел там, да, нашел 116 миллионов, которые были потрачены в этой школе на хоккей. Где они? Куда они делись? Никто не знает. То есть, ну, их кто-то где-то освоил и все. И да, вот мы уволили там Овачева, такой классный тренер. А деньги-то где? А денег нет, да? И то, что требовалось там на развитие, опять же, детского хоккея, опять же, для детей, там, скажем так, малоимущих, да, это уже не нашлось. И я им говорю, пожалуйста, приходите, я готов, приходите в эфир, говорите о ваших проблемах. И никто не идет. Они просто боятся. Боятся, да. Кстати говоря, вот в ЦСКА же был случай, когда тренера убили у подъезда. Это был известный парень, мы когда-то с ним вместе играли в хоккей. Я помню, он был очень приличный такой игрок, ну, ему не повезло, он там не пошел. Вот, но он стал тренером в ЦСКА. Я вот забыл его фамилию, к сожалению. Павел, ты что-то хотел добавить? Ну, друзья, вот слушаю все эти факты, все эти примеры, да, и тогда помню эту ситуацию. И таких много, наверное, по стране. Я еще скажу вам, что в нашей стране, где хоккей настолько популярен, такая история этого вида спорта, недаром его называют стратегическим видом спорта для России, по большому счету сайта о детском хоккее не существует. Существуют локальные небольшие форумы, на которых что-то пишут родители, занимающиеся. Но вот такого большого портала, информирующего о том, как заниматься правильно, когда, давайте, где и что, у нас не существует. Такого не может быть, но у нас так есть, у нас не существует такого портала. Поэтому, мне кажется, вот что надо сделать, может быть, стоит назвать или придумать такую организацию, которая бы взяла в свои руки крепкий весь детский хоккей в стране. Может быть, надо создать Федерацию детского хоккей России, я не знаю. А дадут некий профсоюз родителей? Родители, может быть так. А как же мы у ФХР хлеб отнимем? Ну, если пока этим никто не занимается, вот так подробно и сильно, если мы не находим на сайте Федерации информацию о детском хоккее, если мы не знаем, откуда на звездочки берутся. Потому что детский хоккей в России – это такой родник, он никогда не оскудевает. Всегда будут исключения, как Нечушкин, откуда-то появляться. Но мы понимаем, что среднего звена хоккеистов, от того массовости, то наш детский хоккей не воспроизводит, и поэтому мы отстаем уже даже от швейцарцев. Накония еще? Да, конечно. Почему-то, ну вот сейчас вообще такой стереотип существует, что хоккей – это, в общем-то, безбедное будущее. Так думают многие родители. Они ведут в секцию парня, который не горит этим хоккеем, понимаешь? Но они его заставляют играть в хоккей, поскольку они, в общем-то, понимают, что худо или бедно он будет жить более-менее нормально, так сказать. У него будут деньги, в какой бы он команде ни играл, он себя где-то обеспечит. И вот они его туда буквально тянут, а ему это не нужно, понимаете? Вот это еще одна проблема. Потому что вот мы каких-то, в общем-то, наполняем, так сказать, наши хоккейные резервы такими вот людьми, которые и не хотят, может быть, играть в хоккей, но родители, понимая всю эту шумиху, эти деньги, так сказать, огромные деньги, которые крутятся в нашем хоккее, понимаете, они тянут своих вот детей туда, в этот хоккей. Мне кажется, это не только хоккейная проблема, на самом деле. Это колоссальнейших проблем, потому что очень много серых каких-то личностей появляется на самом, так сказать, уровне, и они, у них нет даже желания стать, но родители их просто за горло и тянут туда, понимаете? Платят деньги тренеру, чтобы они их обязательно тянули, изучили, понимаете? Получаются ремесленники в массовом масштабе. Вы знаете, я не совсем соглашусь с этим мнением, потому что на сегодняшний момент ситуация изменилась. Последние годы наша сборная выигрывала, становилась чемпионом, да, и мы уже имеем в составе наших клубов, там, многократных чемпионов мира. Максимум трех. И это все, плюс у нас появилась кондитальная лига, молодежная хоккейная лига, в которых в этих лигах достаточно успешно работают рекламщики, маркетологи и прочее, прочее, прочее. Как бы мы ни хотели, но до наших детей все-таки хоккей дошел, да, он стал в очередной раз определенный виток популярности был. И здесь уже как раз родители, они хотят своим детям, ну, как бы доставить возможность заниматься этим хоккеем, если детям это нравится. Вот это вторая проблема у нас, что в отличие от Канады, где существуют так называемые хаус-лиги, и ребенок в любом случае может заниматься хоккеем, у нас существует возможность заниматься хоккеем ребенку только профессионально. С шести лет профессионально в составе детско-спортивной школы, либо специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. То есть у нас дети массово хоккеем заниматься не могут, о чем сегодня было правильно вначале упомянуто. Золотая шайба, она уже не выполняет ту функцию, потому что нет одинаковых условий. В Северной Америке, будь то хаус-лига, будь то три эти команды, у всех одинаковые условия занятия детям. А когда родитель не может выполнить мечту своего ребенка, тогда, да, естественно, идет к тренеру и пытается другим образом конкуренцию устранить, чтобы обеспечить ребенку занятие спортом. Ну давайте все-таки вот опять в конструктивное русло, что ли, вернемся, потому что мы опять обозначаем проблему, но мы не предлагаем пути их решения. Вот из того, что Владимир Писаревский, допустим, говорил, я вот из любого себя... Сказали уже, профсоюз родителей создать. Нет, это как раз интересная идея, как бы то, что ты говорил о сайте, который с методическими материалами, вот именно заточенными, либо под детей, либо под тех же самых девочек, потому что женский хоккей у нас вообще как бы в таком, мягко говоря, зачаточном состоянии еще находится. А я бы еще предложил, я бы предложил бы все полномочия, которые существуют в ночной хоккейной лиге, которая вот сейчас с пафосом закончилась, свой турнир в Сочи, да, передать золотой шайбе, вот чтобы так бы провести бы золотую шайбу, вот чтобы так же вот те же средства вложить в золотую шайбу. Ну я вот, честно говоря, не очень много знаю про золотую шайбу в ее настоящем состоянии, да, я помню, как это было в Советском Союзе, может быть, кто-то может поделиться из присутствующих тем, вот что она из себя сейчас представляет, потому что сайт у нее есть, там функционирует, проводятся какие-то чемпионаты, там турниры, я не знаю, в скольких возрастах, но вот что там вообще происходит, кто-то знает? Господин, я так понимаю, все равно это некое соревнование с дюшер, просто на уровне 8-9-10 лет, по большому счету это все равно не массовый хоккей. Тут есть обратная сторона, с одной стороны, вот если вернуться к тому, что было в Советском Союзе некая массовость, она, например, существует в Белоруссии. У меня есть хорошие знакомые, которые живут, я сам в свое время достаточно долго жил на границе с Латвией и Белоруссией, 8 лет, в городе Севиш, и в Белоруссии хоккей действительно сейчас имеет такой массовый-массовый характер. Даже в самом небольшом, даже не городке, а там, так сказать, ну, среднем поселке, есть каток по государственной программе построенный. Искусственный лед. Искусственный лед, да, искусственный лед, но проблема в том, что люди, которые занимаются с детьми, сами, ну, максимум учитель физкультуры. То есть хоккей все-таки достаточно сложный вид спорта, технологичный вид спорта. И без определенных технологий, ну, до какого-то возраста можно, то есть на уровне соревновательности, да, то есть, например, он умеет учить, может научиться кататься. И то, вот те вещи, которые закладываются в определенном возрасте неправильно, потом уже очень трудно исправлять. То есть опять возвращаясь от той методики. В определенном возрасте вот это надо ставить, в этом возрасте то-то надо ставить. Что есть в программе? И в Беларуси, как мы видим, при том, что вроде как государственный президент у них там готов на хоккей выделять любые деньги, у них просто катастрофически не хватает специалистов, хороших специалистов. И поэтому, ну, мы видим, что тоже Белоруссия, она в какой-то степени даже регрессирует на международном уровне. И хороших белорусских игроков, ну, в последнее время, вот, братья Костицыны, да, Гробовский, кто из молодых белорусских игроков там высоко был задрафтован в той же национальной хоккейной лиге, потому что это тоже является показателем развития хоккея. Поэтому тут, с одной стороны, я просто считаю, что в России даже более серьезная проблема – это коррупция, о чем сейчас мы говорили, то есть здесь надо налаживать, ну, там, с правоохранительными органами, то есть нужно придумать эту систему. Я не думаю, что это какая-то большая сложность придумать эту систему контроля денег. А вторая проблема – подготовка специалистов, специалистов, которые работали с детьми. Здесь, я думаю, несколько проще, но для того, чтобы желание появилось, нужно, чтобы оно появилось. В первую очередь, у Федерации хоккей России. То есть вот те люди, которые готовы работать с детьми, надо создавать, их, во-первых, собирать надо, надо постоянно какие-то встречи и работу проводить для того, чтобы была четкая, отлажена система. Вот как ты говорил про американскую, да, действительно, там, действительно, родители сами приходят, хочу, я хочу работать. Проходят они курсы подготовку, первая, вторая, третья ступень. Почему бы это не сделать в России? Это абсолютно объективно, но я точно знаю, что в Федерациях хоккей России у них такого желания нет. То есть вот будучи, скажем, здесь кто-то представитель на этой пресс-конференции, да, это интересно. Когда дело дойдет до конкретики и практики, будут кислые морды, говоря русским языком. А вот если говорить, опять же, про, да, сейчас, секунду, вот если, не уходя пока от темы, да, беседы, вот если мы говорим о нехватке детских тренеров, ты сказал, что это могут быть родители. Ну, в Америке, насколько я понимаю, это неоплачиваемая должность, во всех случаях на нижних ступенях. На нижних, да, это неоплачиваемая должность. То есть, насколько интересно, ну, вопрос всем, на самом деле, с этой точки зрения, вот как социализация спортсменов, тех же самых хоккеистов, насколько интересно хоккеистам, вот бывшим действующим, да, заниматься детьми. Мы все-таки понимаем, что на определенном уровне, ну, хоккеист, когда заканчивает карьеру, он достаточно обеспеченный человек, вполне вероятно, что его это тоже не очень привлекает. Кто вот должен быть вот этими детскими тренером, с вашей точки зрения? Все-таки это как бы больше тоже родители, или это какая-то часть хоккеистов, или это просто, я не знаю, выпускники спортивных вузов? То есть, вот откуда мы должны черпать, собственно говоря, вот этих тренеров? Я думаю, что, в принципе, вот все перечисленные тобой категории, тут ведь все в основном зависит от желания. К тому же, опять же, если это в Америке, но на каком-то первом этапе они не оплачиваются, хотя, насколько я знаю, там все-таки есть вот родители, то есть, выделяют вот из своей среды, вот небольшой американский городок. Особенно, вот я просто читал, как ренда, про маленький городок, штат Миннесота, один из самых хоккейных. Родители объединились в этом небольшом городке, у них детская команда. Они выдвинули, по их мнению, то есть, они встретили самого талантливого, и они даже сбрасываются. То есть, они как бы соберутся, то есть, они какие-то даже небольшие деньги ему платят. Ну, потому что все-таки в Америке так, что прям вообще бесплатно так не бывает. У нас при возможностях финансового хоккей сейчас, какую-то и небольшую зарплату, просто это должно быть все под контролем. Это не то, что, ну вот мы тебе платим там, условно, 30 тысяч в месяц, да, и все, и дальше на этом контроль закончился. Так нельзя. Естественно, надо, чтобы специалисты, которые понимают в этом толк, они за этими людьми следили. У нас так называемые подкатки есть, да, устраивают их тренеры детские, да, вот эти подкатки, и, собственно говоря, пожалуйста, родители там, ну, оплачивают, да, это работа. Но, опять же, это все должно быть четко прописано. Да, это бессистемно, то есть там на подкатку тренера набирает там 30-40 человек, то есть понятно, что 30-40 человек научить там, да, чему-то вот за час он просто не в состоянии, потому что это, ну, не получится просто реально. А тут мы еще упираемся в одну проблему, да, вот нам все же говорят, вот мы, где специалисты, а где у нас тренеры, которых готовят Федерация Хоккей России, там, да, или, опять-таки, институт. Вот получается, что мы сейчас в сборную еле тренера нашли, там, упрашивали чуть ли не на коленях, да, Беллидину, там, потому что он должен, ну, вот, потому что нет больше никого. До этого Быкова с Захаркиным там еле откуда-то отыскали, да, там, еле нашли, можно так сказать. Ведь, когда они пришли, там же никто особо не соглашался на эту должность, да, на должность тренера сборной. Сейчас вот договорились с Беллидиновым, сейчас уйдет Беллидинов, там закончатся Олимпийские игры, там, я не знаю, чемпионат мира, да, вот это все цикл закончится. Дальше кто? Ну, похоже, что знаровок, мне кажется. Опять будут уговаривать? А если он не согласится? Опять будут уговаривать, конечно, да. Вот, значит, опять уговаривают. То есть, а где у нас тогда программа подготовки тренеров, молодых тренеров, пожалуйста, кадры где? Да, конечно. Я, так сказать, возвратиться к истокам. Я думаю, что нужна очень большая рекламная акция. Вот Ничушкина воспитал, кто такой, кто его воспитал, мы знаем, нет? Мы знаем фамилию этого человека? Кто его воспитал? Похоже, что не знаем. Не знаем. Вот надо было дать ему 250 тысяч долларов за этого парня и везде во всех средствах информации об этом заявить. Вот что может получить человек, который душой, сердцем относится к делу. Кстати, у Вячеслава Александровича Фетисова было такое предложение. Это лежит на поверхности. Я бы только добавил, что деньги должны получать не только за Ничушкина. Ничего не делаем. Мы только говорим глобальные какие-то проблемы. Понимаете? Вот истоки-то. Вот земля-то она где. Понимаете? Чтобы у людей, которые могут, был стимул вот такой. Тогда появится Мальцева, Ничушкина, кто угодно. А от кого должно исходить? Это же должно идти. От кого? Это была акция. Вот этого человека разыскать надо за Шиворот. Сюда. Как это получилось? Владимир Леонидович, я хочу сказать, что тут надо, чтобы не только за Ничушкиных получали деньги, но и за тех, кто дошел до уровня кантинальной хоккейной лиги или выше хоккейной лиги. Здесь надо вытаскивать, показывать. Вот эти люди работают. И тогда у них не будет соблазна какого-то буржуя, так сказать, пригласить в команду, чтобы он играл в первой пятерке и абсолютно был бездарным. Понимаете? Наверное, мы опять скажем, я бы хотел выступить в защиту золотой шайбы. И эта организация не так плохо функционирует. Я знаю, что там идет тоже внутренняя борьба. Кто-то пытается это делать на уровне, свой результат добиваться с помощью игроков скрытых из спортивных школ. Кто-то, наоборот, именно дворовых ребят воспитывает. Но эта лига играет. Другой вопрос, что эти специалисты даже денег не просят. Зачастую они работают бесплатно. Насколько я знаю, они просят внимания государственного. Вот вы сказали, спортивные журналисты даже говорят о том, что про золотую шайбу. Мы помним то, что было с этой лигой в советское время. Но, извините меня, эта лига никогда не прекращала свою работу. Она сейчас достаточно успешно существует, но о ней никто не знает. Вот внимание. Опять, мы сегодня говорили, а кто же у нас отвечает за то, что нет детского хоккея? А кто же у нас отвечает, почему нет золотой шайбы внимания? А кто же у нас отвечает за то, что никто не знает, кто воспитал ничушки? Ну вот кто же это? Если это профсоюз родителей детей занимающихся хоккеем, значит, наказать надо профсоюз. Если это другая какая-то организация, давайте ей поможем, чтобы она все-таки взяла и сделала так, чтобы мы знали о золотой шайбе. Чтобы мы знали, что существуют примеры, например, детей, которые пришли в золотую шайбу. Может быть, а может быть и нет. Но я знаю, что такие примеры есть. В 10 лет ребенок пришел и все-таки потом сумел пробиться в дюшер хоккейный. Так давайте об этом расскажем. Весь двор и вся улица будут говорить об этом еще 10 лет и будут стремиться все такое сделать. На сегодняшний момент... А где вот рассказывать? На каких там, я не знаю, страницах или на каких... Это рассказывают на скрытых форумах и родители на сходках, когда они привозят детей на занятия по хоккею. Об этом знают и об этом говорят. Понятно, потому что мы же понимаем, что... Но должен быть тот инструмент, та организация, которая имеет бюджет на это и средства, чтобы об этом говорить. Должна быть информационная политика какой-то организации, которая бы отвечала за тот резерв скрытый, который у нашего хоккея есть. И в каком состоянии этот резерв находится. А мы пока говорим только о том, что у нас хоккеистов не хватает. Но мы же уже знаем, что они куда-то пропадают. Куда они пропадают? Вот мы говорим о той коррупции, которая существует на этапе... У нас дети приходят в 6 лет, а в 10 лет у них уже начинается четкая специализация. Они переходят в так называемый зачетный период. И здесь родители понимают, что либо он каким-то образом извернется и найдет ему место в команде, если он не самый талантливый, либо он прекратит занять хоккеем. Второй этап коррупции существует, когда у нас ребенок заканчивает с дюшор. Тогда опять перед родителями встает выбор. Либо он заканчивает с хоккеем, либо надо ему найти место в молодежной хоккейной лиге, в российской хоккейной лиге, то есть первой бывшей лиге. И опять идут родители на все ухищрения. Почему? Потому что у нас нет как в Северной Америке студенческой лиги, а студенческая лига – это та платформа, где ребенок может дойти, переждать год, но потом прибавить, где молодые тренеры накапливают свой опыт. Нам катастрофически не хватает клубов высшей хоккейной лиги, молодежной хоккейной лиги, хоть их А и Б, и клубов КХЛ. Нам некуда девать тех хоккеистов, которые воспроизводятся. Если даже мы сейчас уберем уровень, который стал не самым высоким мастерством детей, которые заканчивают с дюшоры, если мы даже это откинем, то им просто некуда идти. У нас нет студенческого хоккея, фактически у нас нет детского хоккея. Абсолютно точно по поводу тех выпускников с дюшор, то есть 14 лет, и все, родители со своими чадами. Приехал в Казань, четко обозначен ценник. Хочешь, чтобы твой ребенок занимался, вот это ценник. Это ценник не какой-то официальный, мы это прекрасно понимаем. Но и родители, он закричит, да тут у меня требуют деньги. И вот эта внутренняя, не знаю, ментальная сторона вопроса, как бы все понимают, нет, ну это же мой ребенок, мне обозначили эту сумму, мне или найти, тогда мой ребенок будет продолжать заниматься хоккеем, или если я начну кричать, он у меня точно уже никуда. Но он станет изгой, мы помним случай, который был в Северстале, в Череповце, когда сказал об этом. Я хочу сказать про другой ценник. А теперь представляете, какой ценник у этого ребенка. Сколько лет государство вкладывало в него деньги. Мы воспитали здорового, сильного гражданина своей страны. Воспитали, вели-вели, говорили ему об этом, да, делали из него патриота, он поет гимн, смотрит на флаг, в отличие от первой сборной, например, там, да. А потом мы ему говорим в 15-16 лет, а теперь, браток, ты нам не нужен. Так и есть. У твоих родителей нет денег, пошел отсюда. И представляете, что мы воспитали? Мы воспитали того человека, который ненавидит всю эту систему. Зачем это все делать? Разочарование в таком возрасте это очень страшная вещь. Так давайте придумаем то, почему у нас нет студенческого хоккея. Вообще нет. Мне кажется, тут главное все-таки не студенческий хоккей, не только студенческий. Это как бы одна из форм, да. Мы просто говорим про массовый хоккей. Я бы хотел просто, чтобы только мы не между пятью людьми как бы пикировались, да, если можно. Я бы хотел вот, скажем, Игоря Кокурина, может быть, тоже подключить к этой беседе. Ну, честно говоря, в этой теме я больше послушаю, да, поскольку это не моя тема. Но слушая про «Золотую шайбу», все так здорово сейчас немножко так удивились, да, что ничего не знаем. А я нашел официально, не нашел, а просто зашел на официальный сайт «Золотой шайбы». Ну, там, по-моему, даже Игорь Ремешевский достаточно известный человек. Я нахожусь здесь 35 членов правления, которые ежегодно обновляются. Я не знаю, какие у них могут быть проблемы с таким правлением, честно говоря. Но информации на сайте никакой. Нет, не отсутствие работы, но вот мы говорим о том, что никто, никто ничего не знает, а как бы… Ну, вот нормальная ситуация, да, что и как можно узнать в «Золотой шайбе». Вот заходишь, да, какой-то достаточно уныло такой подданный список результатов, непонятно, кто с кем играет, да, формально все это сделано. 35 членов правления, обращение Владимира Владимировича Путина, который подержал «Золотую шайбу». Ну и вот вся информация о «Золотой шайбе», которую можно получить на момент. Ну да, внутренний клуб. Они получают какое-то финансирование, и им достаточно комфортно. Володь, микрофон, пожалуйста. Да, он вот как раз этот сайт, родители, я очень плотно там с ними общаюсь, то есть вот, да, они там все свои проблемы, там даже к кому куда на сборы поехать. У нас, посмотрите, что получается, у нас практически здесь в России, да, ну вот даже Москву взять, ну Москву там еще, у нас же негде даже сборы провести. Вот летние сборы, игроки сейчас, да, все мыкаются, тыркаются, а практически вот сейчас готовиться к сезону негде, вообще негде. И люди едут, кто в Канаду, да, сейчас вся молодежь уезжает в Канаду, да, кто-то уехал сейчас вот в Швейцарию на сборы. Вот, например, да, мы сейчас организовываем сборы в Швейцарию. Люди с удовольствием едут в Швейцарию. Но вот опять же мне звонил тут на днях Фастовский, спрашивал, где вот для пацанов, для Сибири, там для 17-летних, 18-летних провести сборы в Москве, потому что, ну, нет столько денег, чтобы их отправить, допустим, куда-то там в Канаду или в Швейцарию. В Москве негде сборы провести, вообще негде. То есть минимальное количество. Зато уже в Швейцарии все забито, да, у Юрзинового уже мест нету до конца, вот практически до начала сейчас сборов официальных в КХЛ, у Юрзинового мест нету. Да, вот у Цигурова, сейчас Цигуров собирает группу, тоже в Швейцарии, тоже уже практически все места заняты. А у нас льда нету нигде, чтобы мы могли заниматься с этими ребятами, чтобы они готовились там к сезону, кто к МХЛ, кто к КХЛ, смотря, кто где будет выступать. У нас льда даже нету, им негде даже готовиться. Так вот, товарищи, господа коллеги, хотелось бы такой вброс дальше в тему эту сделать. Как мне кажется, я думаю, вы со мной согласитесь, все это здорово говорить о том, что можно сделать, как можно сделать, там, вопросы нового порядка, кто может сделать, да. На самом деле, откуда деньги на все это? И вот этот вопрос ключевой. Когда мы говорим о массовости хоккея, давайте не будем иллюзионировать. В стране, где мрот 4 тысячи рублей, а среднюю зарплату так никто посчитать не может. Но мы прекрасно понимаем, что за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, каких-то ведущих городов, так, вглубь России, где, собственно, массовость, где, собственно, народ, да, там такие зарплаты, которые, ну, мягко говоря, какой хоккей, каким хоккеем заниматься, люди выживают, да. И когда мы начинаем говорить о том, что какие-то родители должны оплачивать массовость какого-то хоккея, да вы что? Мы говорим о том, что родители должны оплачивать. Нет, ну, как бы поднимается тема сравнения там с Америкой, еще с кем-то. Это невозможно. И по большому счету, по большому счету, как бы когнитивный диссонанс всей этой ситуации заключается в том, что мы же признаем, что хоккей дорог, да, это объективно. Это не футбол, не вышел там, погонял, да, куда-то. Да, это там площадки, экипировка, все это и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мы говорим о массовости и в то же время находимся в такой социальной, не знаю, такой банально жизненной ситуации, когда хоккей стремительно становится элитарным видом спорта для состоятельных людей, да. Хорошо, Игорь, в том-то и дело, что деньги выделяются, деньги выделяются, реально деньги выделяются. Вот я тебе привел пример Умки, 116 миллионов, куда они делись, никто не знает, а деньги выделяются. В том-то и дело, что деньги-то выделяются, вот в чем проблема-то. А вот куда они дальше ходят? Москва в этом смысле прекрасно, понастролик от Копоти школ много. А вот куда они дальше ходят, никто не знает. А уехать километров 300-400 от Москвы, да и не в ту сторону, где хоккейный центр вроде Ярославля, да, и какой мы там хоккей найдем? Вот в чем дело. И туда, мне кажется, никакие деньги никогда не доходят, да. Деньги-то выделяются по верхам, если мы будем судить по Москве, по Челябинску, по Магнитогорску. Но, кстати, опять же, откуда деньги там, да, то тот же самый Магнитогорск, это спасибо большому комбинату и господину Рашникову, и хоккейному клубу «Металлург», который содержит свою школу, да. А вот так по большому счету, давайте представим, а если бы Магнитка не содержала свою школу, что бы было с Магнитогорской школой? Ну, в том же Челябинске там очень большое количество школ, но это тот регион, где вот сейчас губернатор Юрьевич, который очень заинтересован, и он, ну, скажем, отчасти где-то и своим волевым решением договаривается с определенными финансовыми группами, чтобы они помогали и давали деньги на школы. Там этот процесс. То есть я с тобой, Игорь, совершенно согласен, что у нас еще очень часто зависит от того, кто руководит непосредственно регионом, кто мэр того или другого города. Потому что, ну вот, я учился пять лет в городе Перми, и мне удивительно, что ведутся разговоры про хоккейную команду, даже вот так глобально возьмем, во Владивостоке, а в Перми хоккей, как будто бы его не существует. Ну, это придуралье. Вот если не там хоккей, то где? Но там сейчас руководят и регионом, и городом те люди, которым хоккей не интересен. И это тоже, я согласен, проблема. Тут тогда можно вообще... Вот мы про массовость, кстати, Игорь, и не говорим, про массовость хоккей в нашей стране. Дело-то в том, что эта массовость, она была в советское время, когда вот действительно там со дворов, и приходили в школу, и было все и финансирование, и форма, все это тоже было бесплатно. У нас сейчас совершенно непонятный путь, это не только хоккей касается. Значит, вот есть путь, вот и современный, если брать спорт, это китайский путь, который основан во многом на советских принципах, массовости, то есть до определенного возраста там дети занимаются, и никакой специализации нет, а вот в определенный возраст талантливых отбирают, и американский путь, где основан в основном на студенческом спорте. Я думаю, что американский путь развития пока, вот о чем ты говоришь, потому что у нас средний достаток, а если брать по регионам, то это просто швах и ужас. Мы не можем говорить, чтобы вот родители платили, потому что это будет абсолютно тогда избирательность. Москва, московский регион, возможность такие есть, такие родители есть, а условно там Кировская область или там какая-нибудь другая, ну это просто совсем другой уровень дохода. Так вот и получается, что хоккейная сторона России превращается в некий такой архипелаг сужающихся островков, да, по большому счету, по сравнению с Советским Союзом, правильно? Ну смотри, я говорю. Лишь бы не архипелаг ГУЛАГ. Да, и главное, нет, и на самом деле мы должны понимать тогда, в принципе, чего мы хотим. Почему? Потому что понятно, что хоккей, как любые социальные институты, вот хоккей, да, это пирамида. Мне хотелось бы понять, что хочет Федерация хоккей. Это пирамида хоккей. Чем больше основания, тем она выше, и тем меньше колышется на ветру, да, крепко стоит. А у нас, получается, это пирамида, вот на вершине там нашей сборной, да, в Сочи будет играть. Основание-то у него такое, что это не пирамида, уже фактически такой шест, да, конус. И вот оно, все отсюда идет. А Китай, да, он стоит в своем спорте вот на этой хорошем основании. Американский хоккей, да, вот и студенческие лиги и так далее. Это, опять же, мощнейшее основание, да. Мы удивляемся, почему в Канаде столько зарегистрированных хоккеистов, а у нас столько мало, да. А понятно, почему. Ну, я бы со своей стороны хотел, может быть, даже тебе, Вал, сейчас секунду, ладно, просто я в тему беседу. Может быть, тебе, Игорь, не то чтобы ответить, да, но как бы предложить как вариант ответа какого-то. Ведь мы здесь, собственно говоря, дискутируем для того, чтобы понять, нужна ли нам эта массовость, и можем ли мы ее потянуть. Если ее может потянуть один регион, хорошо. Но в других регионах, значит, должна какая-то другая схема, да. Вот там много говорится там про эту вот последнее время американскую систему, да, где там лучших игроков собирают буквально в один хоккейный центр, да, по юношам, по юниорам я имею в виду, да. И они как бы там целенаправленно занимаются. Я знаю, у Швейцарства была похожая программа, не знаю, есть ли она часто или нет, когда у них тоже собирали по большому счету сборную там, ну, какого-то возраста, я не знаю, 14-16 лет, да. И они играли там в какой-то профессиональной лиге, безусловно, не в самом верху, да, как бы, в какой-то еще. То есть, ну, теоретически мы можем для бедных регионов тоже придумать какой-то выход. В принципе, вот наша цель здесь сегодня, вот, может быть, сформулировать какие-то такие вещи. Потому что, если мы, повторюсь, понимаем, что мы не тянем эту массовость, да, давайте не будем гоняться там за потемкинскими деревнями и обещать, что, как бы, у нас вся страна будет там через год играть в хоккей, там, каждый, грубо говоря, десятый. Давайте поймем, что вот эти регионы у нас слабы, ну, как мы с ними работаем? Мы же по большому счету не должны их бросать, да, мы должны понять, что там все равно родятся талантливые мальчики и девочки, да, которые теоретически могли бы стать звездами хоккейными. Да, Владимир? Я хочу сказать, что, во-первых, Игорь сейчас мне секрет открыл, я понял, почему наша сборная футбол все-таки выиграла меньше, чем хоккейная сборная, потому что он сказал, что хоккеист должен выйти и играть на площадке, а футбол пошел и погонял там мяч. Поэтому, может быть, и не можем выиграть, потому что у нас также не хватает полей хороших, где бы дети, как бы, получали свое спортивное мастерство. К чему я это все говорю? Вот мы уже сказали, много уже, как бы, таких тезисов, вот это не знаем почему, это не знаем почему, вот это почему не делается. Вы знаете, с массовостью проблем у нас в стране нет. Вот, ты, Сергей, сказал, что у меня ребенок занимается хоккеем. Да нет, у нас проблем. У нас нет проблем, давно уже с Альдомова достаточно. С тренерами есть проблемы. Но самая главная проблема с методой, то, как мы их воспитываем. Ведь мы, почему из этих 50 тысяч у нас там 20 куда-то не попадает? Потому что они негодны, они не проходят профотбор. Значит, мы их плохо готовим на выходе из дюшор. А почему мы их плохо готовим? Значит, нет единой методы. Опять вопрос, а кто за это отвечает? Если бы была единая программа воспитания профессионального юного хоккеиста, которая бы была основана на достижениях советской школы хоккейной, тренерской, я имею в виду, да, которая впитывала в себя ежегодно новые достижения международных, ну, других федераций. А так, говорят, вот теперь мы будем играть поперек. Почему? Так играют шведы и чехи. А почему? У них такая программа. Мы же с этого и начали разговор, нужна четкая система, которую должна нам предоставить Федерация Хоккея России. Где она? И никакой нет проблемы с массовостью. Программа воспитания, и тогда этот средний класс придет в КХЛ, у нас не будет проблемы с игроками. А у нас, получается, средний европейец приезжает, да, почему он наше место занимает? Да потому что тренер видит, что он знает базовые упражнения, он базово готов для игры на таком уровне. А нашего надо доводить. А доводить времени нескольких результат требует. Поэтому мы об этом и говорим. Не знаем. Плохо информируем, плохо знаем, плохо воспитываем. Кто за это отвечает, определить? Большая проблема в том, что у меня складывается четкое впечатление, что те люди, которые сейчас в Федерации Хоккея России, не имеют большого желания чего-то менять. Когда звучат слова «советская наша школа» из Токио, давайте не будем иллюзии испытывать. Ее практически уже нет. Что такое советская школа? И сейчас я точно не понимаю. Я знаю, что такое американская школа подготовки хоккеистов, шведская. Это современные исследования, медицинские. Когда на семинарах Американской Федерации Хоккея, вот это Энн Эрбор, который мы уже вспоминали, это городок Мичигане, доклады делают люди из военного ведомства. Они рассказывают, какие они придумывают новые шлемы хоккейные на кевларовой основе. Это я понимаю. Потому что, когда мы говорим про советскую школу хоккея, это уже настолько иллюзорное понятие. Те люди, которые работают в Федерации, опять же, я очень уважаю Бориса Александровича Майорова, но его фраза, которая часто звучит, когда мы снимаем нашу программу «Первая пятерка», ничего нового в хоккее не придумано. Если это и есть советская школа, да все эти американцы и шведы делают то, что мы раньше делали. Это ошибочное мнение. Сейчас в Федерации Хоккея люди, которые практически на 90% все так и думают. Они от всего современного отмахиваются. Мы побеждали и без этих всех систем. Но ничего нового они не предлагают. В этом проблема. То есть это не то, что вот эти дедушки должны уйти. Это будет грубо звучать. Но смысл, что людей, которые готовы были фонтанировать и проповедовать новые идеи, нового современного спорта, их минимальное количество, если вообще не есть в этой Федерации Хоккея. Я просто скажу, вот сейчас Игорь сказал про пирамиду, да. Я думаю, что у нас основания в порядке, нам не хватает стержня, возможно. Потому что, как ни странно, если мы еще раз скажем про детский хоккей, на сегодняшний момент один на один с вопросом, с проблемами воспитания юного хоккеиста, успешного хоккеиста, обученного, грамотного, да, один на один с этой проблемой находится директор Сдюшор. Потому что региональная Федерация отвечает только за календарь расписания и штрафы, но большая Федерация отвечает за первую команду, там кто-то еще за что-то. А вот за то, чтобы дети прошли медосмотр, чтобы они сдали зачеты, чтобы они более-менее успешно участвовали в том или ином первенстве, да, отвечает директор Сдюшора. Вот у него спросить, много у него методик, рекомендаций, помощи каких-либо от каких-то вот вышестоящих... То есть перепрозируем, можно сказать, то есть вот человека, то есть руководителя Сдюшор, кто-то проверить вот некие тесты, да, вот как ты подготовил этого игрока, этих людей нет, да, и этих тестов... Они готовы на эти тесты пройти. Другой вопрос, что опять не существует у нас, как не существует единой централизованной программы обучения юного хоккеиста, утвержденной, да, потому что по многим вопросам, например, сколько должен ребенок участвовать в соревнованиях там, в неделю там и прочее, прочее, мы еще опираемся на те документы, которые были рождены еще в СССР, задолго до развала СССР. Поэтому они готовы участвовать в этих тестах, но они просят, чтобы мы изменили критерии оценки работы тренера детского, да, не 20-0 и не 12-0, да, а чтобы эти критерии приравнились, сколько он воспитал хоккеистов в молодежной хоккейной лиге, сколько он дал хоккеистов в кондитальной хоккейной лиге, вот в таком духе, процент травмированности или еще чего-то там, обученности, да. А пока у нас оценка одна, как ты выступаешь, как бы, в том или ином турнире, к сожалению. Ну да, на своих местных соревнованиях, да, как выступили, вот, пожалуйста, получите. Мне кажется, ведь нельзя воспитать человека-робота, вот все должны по этой методике, все должны вот так вот все это знать от начала до конца, где, как бежать, как прикрывать там ту или иную позицию и так далее. Нужны люди, у которых голова гроссмейстера, руки там шулера или гортежника какого-нибудь, а ноги балерины, понимаете. Вот такие люди нужны, понимаете. А как вот таких людей найти вот в этой массе, понимаете. А раньше же находили. А вот находили, потому что были тренеры-сподвижники, понимаете, они думали об этом, они видели, видели людей, так сказать. Как появился у нас Бобров там знаменитый, таким же образом, там масса, тот же Малкин, понимаете. Вот он неординарный парень, он, так сказать, вырос где-то что-то. Вот изучать, наверное, такие вот вещи тоже, помимо теоретических каких-то обобщений, там, как вот методы, там, тренировок и так далее. Нужна школа тренеров, хорошая школа тренеров, понимаете, где люди должны быть не только, так сказать, на основе там каких-то знаний и прочее. Просто еще должна быть какая-то интуиция, психология, видение проблемы, понимаете, изнутри, понимаете. Почему мы знаем знаменитых режиссеров, там, а где тренеры, где у нас Тарасовы, где у нас там Чернышевы. Так вот об этом мы говорим, мы же не задавали этот вопрос. Где они, где они, где они, где наша школа тренеров, где эта самобытность нашей школы тренеров. Почему Юрзинов отстранился, он там в Швейцарии. Вот надо таких людей воздавать, которые еще помнят. Так ФХР отстранило, они стали не нужны. Вот не нужны, вот в чем, собака, потому что сейчас все получают хорошие деньги, зачем он что-то меняет, понимаете. А вот Федерация Хоккей России как раз и должна создать вот эту систему подготовки тренеров. Они получают, они хорошо устроились, у них все, без шума и пали, без пыли, понимаете. Мы же об этом и говорим. Мы же об этом и говорим. Им хорошо, им комфортно, они при должностях. И глобальная эволюция абсолютно не нужна. Знаете, я хотел еще один такой пример рассказать. Буквально три года назад по проблемам детского хоккея круглый стол проводил Вячеслав Фетисов и Алексей Ксатонов. В ЦСКА их проходило. И пришли родители, достаточно живое, бурное обсуждение было. Даже в конце концов пару родителей между собой еще и подрались. Еле охрана их там растащила. Ну, детский спорт, горячий спорт, мы понимаем, проблемы, коллектив. Вы как отец хоккеиста не можешь об этом не знать, Владимир. Ты как отец хоккеиста не можешь об этом не знать, я говорю. И вот встал один папа и рассказал, что у него ребенок занимался в белых медведях. Летом они выиграли свой этап, и летом их команду растащили по другим специализмам школы. И оказалось, что ребенок не самый там крупный, он оказался без команды, он не нужен никому. Он попробовал перейти из одного региона в другой, это стоит переход, стоит денег определенных, да, такие у нас порядки. И они достаточно правильно никуда от этого не деться. Но в результате он нашел свое место не где-нибудь, а за океаном. Он прошел отбор, закончил там колледж, играл в студенческой лиге, стал гражданином. Я вот боюсь теперь, что он гражданин Канады, а не России. У нас еще одно мнение есть. Как раз говорят, что у нас не хватает техничных ребят, но в принципе, а почему бы не обратить внимание на тех, кто, допустим, хорошо развит физически, но у него не такие прекрасные руки, к примеру, потому что из этих-то ребят тоже могут вырасти хорошие, талантливые хоккеисты. В том плане, они не будут проигрывать силовой борьбе, да, вот у нас я много общаюсь с ветеранами, они говорят, у нас, в принципе, основное внимание уделяется в тех же самых детских школах тому, что техничные ребята больше выходят на лед, они дают результат, поэтому им больше тренерского внимания, соответственно. А те остальные ребята, которые, допустим, сильные, но нет у них таких навыков, они, в принципе, и заканчивают с хоккеем. Вот это та самая массовая леда, вот куда и уходят эти ребята, получается. Да, такая проблема тоже, пожалуй, есть. Ну, это, опять же, вопрос организации каких-то, там, не знаю, дополнительных ли лиг, там, или каких-то еще параллельных соревнований, то, чего у нас, как бы, очень часто ограничено, наверное, количеством катков, как мне кажется, но могу ошибаться здесь. У нас 90% выпускников Зюшор практически вообще с хоккеем заканчивают, они вообще уходят из хоккея, все, 90%, почти 90%, все, они с хоккеем вообще заканчивают, им деваться некуда, они просто не востребованы. Да, я тоже с родителями общался, и многие говорят, ну что, надо собирать деньги, чтобы, вот я хочу, чтобы мой ребенок и сам ребенок хочет продолжить заниматься хоккеем, собирать деньги для чего? Для поездки в Северную Америку. Потому что сейчас новая популярная волна, а я думаю, что если ничего не изменится через 2-3 года, это будет такая прям фишечка, это обучение в американских колледжах, и сейчас вот мне доводится уже несколько лет комментировать, ну, NCAA, студенческий хоккей американский, финальные соревнования, и смотришь, в ростеры команд стали, вот еще несколько лет назад, это было крайне редко, стали все больше и больше, появляются фамилии российских городов, которые выступали дюшорцы, СК в Северной Америке, то есть он получает образование, понятно, американское образование, играет в хоккей, и если получится, может выйти на драфт, все, едут туда в огромном количестве. Несколько лет назад нам говорили действительно цифры, вот до скольки, до заключения первого профессионального контракта, до 18, да, я так помню, лет, то есть под некий такой общий контракт под ФХР, да, количество людей, пацанов, которые уезжают в Северную Америку, и не только в Северную Америку, там в этом списке Украина, Казахстан, там Дания, Норвегия, это сотни и сотни, это просто такое количество. Я был поражен количеством уезжающих из России. Сереж, а вот вопрос такой. У меня просто есть тоже одна знакомая, которая как раз сейчас рассматривает вариант отправки своего сына вратаря, да, он третий вратарь в команде, занимается в ЦСКА, вот как раз в один из, ну, в школу под Торонто, в Онтарио. Да, естественно, у неё куча каких-то опасений, да, поскольку она не совсем понимает, куда она проводит. Вот твой, насколько ты знаешь, как специалист, насколько это, ну, благодатный путь, что ли, то это имеет смысл реально, по твоим ощущениям? Сейчас мы говорим про одно, и я вот если скажу, да, это имеет смысл, это будет как-то выглядеть, об одном говорили, теперь до конкретики дошли, да, имеет смысл. Но я же стараюсь быть честным, да, это имеет смысл, потому что это отличный опыт жизненный, это совсем другая культура, это изучение языка, это получение, возможность получения хорошего образования, и если человек любит хоккей, юноша, парень, то это игра в хоккей. Со всеми взятками, подкатками, вот этими, это дешевле будет. То есть там, какие там есть подводные камни, если вот как бы родители выбирают такой путь? Есть ли они вообще? Я думаю, что самый главный вот этот подводный камень, это вот некая ментальность. Далеко не каждому дано спокойно вписаться вот в этот американский образ жизни. Многие наши, такие по-настоящему русские, не имея какой-то большой группы друзей, своих соотечественников, теряются, тухнут, и просто ему хочется быстрее вернуться. Пускай здесь я не буду играть в хоккей, но я здесь в привычной обстановке. Вот это самое главное. Это, как говорит мой коллега и друг Александр Хованов, культурный шок. Не все его переносят. Вот по поводу того же Нечушкина, вот есть некие подозрения, он не знает английский, и у него могут возникнуть самые большие сложности именно с этой точки зрения. Я вижу, там у нас Михаил Секалов сжимает микрофон, явно хочет. Ну, в принципе, вы уже обсудили все эти темы. Я хотел бы Сергею сказать, что только в прошлом году уехало за океан 350 человек, как минимум. Там, по-моему, чуть больше порядок цифр. Ну, то есть три сотни этажей. Да, да, да. И, собственно говоря, в молодежных лигах в Северной Америке, там я видел в интернете, где-то у меня была ссылка, обязательно потом вам дам ее в Фейсбуке, команда просто составлена из русских, украинских, белорусских игроков. Агенты привезли, и вот там они вот так вот варятся. Причем тренер североамериканский. Вот. Я тут почитал программу, вернее, декларацию ФХР, иначе ее назвать нельзя. Хорошее слово, декларация. Да, декларация намерения. Собственно говоря, в планах Федерации Хоккея России организация системы сотрудничества исполнительных органов власти субъектов Федерации в области физической культуры и спорта и учреждений высшего профессионального образования в Санкт-Петербурге, Москве, Омске, Челябинске по подготовке и регулярной переподготовке тренеров по хоккею. Вот. Мне хотелось бы узнать, кто-нибудь вообще знает о функционировании подобных организаций? Я могу сказать, отвечаю по тому, как владею, но не полной, но достаточно серьезной информацией по Омску. Вот та школа, даже не школа, это академия, хоккей, которую сейчас там строят, организовывают Газпромнефть. Эта организация, ну, практически, по крайней мере, на данном этапе не имеет никаких отношений с Федерацией Хоккея России. Это те люди, в первую очередь, это вот сейчас руководство владельцев команды «Авангард Омск», которые заботятся о развитии собственного резерва. Именно почему не из дюшер, не школ, а академия? Дело в том, что именно в Омске будут серьезные научные исследования в области хоккея. И, то есть, это что-то где-то, можно сказать, про образ вот этого Энн Эрбора в Мичигане американской системы. То есть, получается, что люди, у которых есть желание, у которых есть четкое понимание, что этим надо заниматься, они у нас есть. И вот хороший пример появления вот такой академии в Омске. Но это не системно, и это практически без какого-то влияния и помощи Федерации Хоккея России. Ну, то же самое вот сейчас в Санкт-Петербурге, вот на базе школы «Гладиатор». То же самое абсолютно, они делают свою собственную школу, да, там есть ребята, кто уже закончил с хоккеем. И они вот там сейчас, они все вот тренируются, они приглашают специалистов из Канады. Вот сейчас Омский «Авангард», кстати, с 25 июня там начнет тренироваться на этой базе. То есть, пожалуйста, они сделали вот конкретно, да, отдельно взятая вот школа, отдельно от ФХР, да, потому что с ФХР они так и не договорились. Они сделали вот свою собственную школу, они приглашают туда, Лора Стам приезжала, да, это вот один из самых известнейших преподавателей по катанию. Причем, самое интересное, у нее книга была на английском языке, сейчас эта книга уже есть на русском языке. Они перевыпустили, они сами вот в школе «Гладиатор» перевыпустили, ее уже сделали на русском языке. То есть, пожалуйста, ее можно приобрести, можно, ну, там, опять-таки, вот, берите, это все доступно. За последние 8 лет Федерация Хакея России не выпустила ни одной методички. То есть, про программу, про намерения мы сказали, но методички, которые в советские времена были в большом количестве, нет уже долгие-долгие годы. Я опять, я сегодня в роли защитника получаюсь, я заступился несколько за Федерация Хакея России, да, и Королев Юрий Васильевич большую работу проводит на очень методическом отделе, к сожалению, он там практически один. Нет, он выпустил, он выпустил, да, методическое пособие есть. Оно было выпущено в прошлом году, и Федерация Хакея России провела, ну, наверное, за год один семинар, который в гостинице «Космос» проводил, собирались тренеры со всей России. И эта методичка была, как бы, роздана, и она разошлась, и ее не хватило, и люди ищут, и люди ксерокопируют это. Мы просто говорим о том, что нет централизованной системы информирования тренеров о новых достижениях. Нет вот этой вещи. Но я хотел бы еще в один аспект нашу беседу повернуть, да. Все-таки, а кто должен воспитывать хоккеиста? Вот сейчас мы видим, что Федерация Хакея России и Канитарий Хакейной Лиги, они после чемпионата мира мячик так гоняют между собой и говорят, вот вы должны воспитывать, те говорят, вы должны воспитывать. А вот мы сегодня о детском хоккее говорим, понимаем, что проблема-то, как раз именно в детском хоккее, воспитывать-то уже в КХЛ некогда, в сборной тоже... А это и неправильно, я категорически против, и не должны там воспитывать, это абсолютно не касается континентальной хоккейной лиги, это профессиональная лига, где уже готовы игроки. Даже те, которые молодые, они там должны повышать свое мастерство и играть непосредственно в хоккей. Но какие-то воспитательные задачи, это задачи молодежного хоккея и Федерации. Последний пример, да, вот Наиль Якуб, первый номер драфта, его что сейчас в Эдмонтоне, как, должны воспитываться, говорить ему, что он должен делать, да? Абсолютно нет, он пришел, он готов, он должен уже играть. Ему объяснение. Ему тренер может, да. Я вот благодарен Михаилу, который отметил, вот ведь последние годы нас очень много пугали и говорили чиновники, в том числе и хоккейные, что беда для России, что уезжают молодые талантливые хоккеисты, да? И никто никогда не замечал то, что у нас массово уезжают не самые талантливые молодые хоккеисты и даже дети. С 12 лет начинают родителей вывозить за мечтой, за простой хоккейной возможностью заниматься хоккеем. В том числе те, про кого сказал Мария, тоже правильно, потому что если ребенок пришел чуть позже, если, как ты, Сергей, вначале говорил, не умел кататься на коньках, то шансов развиться и догнать тех, кто готов уже к 6 годам нет практически. Поэтому они за той школой, за тем шансом они уезжают за рубеж, к сожалению. – Тут понимаешь, что с моей точки зрения несколько глубже проблема, потому что одно дело, они уехали, вопрос, насколько высокого уровня они могут там достичь. Потому что согласись, что через майнары североамериканские до какого-то реально элитного уровня национальной хоккейной лиги у нас дошло там на руках, на руки. Это Рамгулов, который уже в локаутный год, это может быть тот же самый Лигуков, но практически все. Мы понимаем, чтобы достичь самых высших достижений в профессиональном хоккее, это не такой большой процент. Мы говорим о том, что родители понимают, если ребенок уже с 4 лет, с 6 лет, как правило, с 4 в России приводят в хоккей, с 4 лет, например, до 14, 10 лет уже посвятил хоккею, а уже через 2-3 года профессиональный отбор начнется, и он его не пройдет, то он на социальной лестнице упадет очень больно и вниз. Я с тобой не спорю, у меня несколько о другом ремарка. Поскольку история не знает о слагательном наклонении, мы просто не знаем, сколько игроков мы потеряли там. Они, безусловно, играют в хоккей, это помогает развитию их личности, но они могут не вырасти до хоккеистов в силу того, что Сережа говорил, культурный шок. Потому что все-таки общество у нас немного разное, если человек не знает языка и сразу оказывается в той среде, ему, наверное, сложно, не любой выплывет. Вот, собственно говоря, те же самые реверансы. Ну, с другой стороны, мы говорим, и очень часто звучит мнение, что наше огромное количество молодых игроков пропадают в этих майных лигах. С другой стороны, ведь всегда есть некое противоречие, но сильнейшие игроки, на которых мы теперь надеемся в Сочи, они практически на 90% играют в национальной хоккейной лиге. Раньше или позже они туда уехали, это вопрос другой. Но факт остается фактом, что вот так однобоко всех вернуть, рассматривать нельзя. Лучшие игроки, коль пока национальная хоккейная лига является лучшей лигой, самой продуктивной лигой, мы не справимся на международном уровне без игроков, которые будут на самом высоком уровне выступать именно в этой лиге. Ну, с этим, я думаю, вообще никто не спорит. Мне кажется, что вот за океан едут не за хоккейной мечтой, в основном, ребята, а за тем, чтобы приобрести специальность. Понимают люди, так сказать, родители, что он может не стать звездой, не играть в Сочи, он поступит в элементарный вуз, даже в Оксфорд. Если он будет хорошим, более-менее игроком на студенческом уровне, он без платы за учебу, которой там 40 тысяч или 50 тысяч надо платить, чтобы поступить в университет, он будет бесплатно там учиться, получить специальность. Вот в чем причина. В основном-то вот в этом причина, а не в том, что они там едут за хоккейной мечтой. Понимаете? Получить специальность, стать человеком, он потом возвратится с американским дипломом сюда, в Россию. Понимаете? Сколько таких примеров? Мы об этом не пишем, не знаем. Оказывается, это есть и известно, это основная причина. Это вот этот аспект. И теперь еще второе. Вот, предположим, клуб раньше готовил в своей школе какие-то, спестовал их там. Они играли там, выходили на какой-то уровень. Сейчас готовят в школах, при клубах драфт, и они появляются где-то в Хабаровске, там еще где-то. У кого-то, так сказать, есть приоритет в этом деле. И эти люди, в которых вкладывали душу там и все прочее, масса, они оказываются в других командах и теряются вообще для этого клуба. Какой смысл тогда готовить, мы можем, ЦСКА, там, Динамо, я не знаю, московским клубом или другим людей, так, на хорошем уровне, потому что они их не получат в итоге. Понимаете? Благодаря тому, что существует драфт, и тут абсолютная лотерея, понимаете? Куда, что, там какие-то подводные камни. То есть эти люди теряются вот в этом потоке. Ну, это как раз потенки с кодерево. Это тоже одна из проблем. Стоит ли тогда работать в клубе, вкладывать душу в этого игрока, вот с ним связывать будущее клуба, когда он окажется где-нибудь совершенно в другой команде. Не, ну мы тут видим, да, что драфт, он, как бы, континентальной хоккейной лиги, такое немного искусственное образование. И те же самые воспитанники Динамо, они остаются в Динамо, получается. То есть клуб, клуб договаривается с другими клубами, чтобы их не брали. Динамо, когда он достигнул там 14-15 лет, окажется совершенно на другом континенте. Нет, лучших своих воспитанников клубы защищают. Клубы, конечно, защищают. Они из 5 воспитанников защищают. Другой вопрос, что драфт и вот последний, он лишний раз доказывает, что тут надо как-то вообще кардинально. Вот одна из тех вещей, которая скопирована из сервериканского хоккея, из национальной хоккейной лиги, там драфты в СИЧЛ проводятся, она совершенно у нас не работает, и она, на мой взгляд, совершенно глупая даже затея. Тут надо что-то. У нас вот те традиции, которые пока не очень еще сильны, и если мы вот просто для того, чтобы красиво провести церемонию драфта, как в НХЛ, то это глупое мероприятие, на мой взгляд. Я тут согласен, да. То есть тут вот это то, что у нас в Советском Союзе было, и если у нас вот такие традиции, ну зачем вот просто реально взять и переламывать, когда это вот драфт, ну совсем у нас пока не работает. Тем более у нас основание другое совсем. В Америке же нет такого, что при клубах есть своих академий, да, как есть, допустим, в английском футболе, да, при любом там Манчестер-Юнайте есть своя футбольная академия. Здесь такого нет, и мне тоже кажется, что это несколько искусственное образование такое, которое работать не может. Я вообще удивился, что там тот же самый Николишин Ваня, да, ушел там в 29-м, по-моему. Я просто видел, я небольшой специалист в юниорском хоккее, в юношеском, но я был на Олимпиаде юношеской, там, пару лет назад, что ли, в Инсбурге, где Ваня был там лидером этой команды нашей, которая в финале там, кому-то проиграл, уже сейчас не вспомню. Фином, да. Это не два года назад, это было... Десятый, нет. По-моему... Нет, 12-й год. 12-й год, да. 12-й год, да. Мне Андрей много рассказывал про... Ну, Ваня там был, ну, наверное, лучший... Ну, капитан. И капитан, и по игре просто. Я говорю, я удивляюсь, что бах, и человек 29-й неожиданно. И Осипов, по-моему, тоже в той команде играл, он мог ошибаться. То есть, возвращаясь, опять же, к конструктивной части нашей беседы, вот мы выносим что еще? Что стране нужен некий аналитический, методический хоккейный центр. Должен ли он быть при федерации хоккея, да, как организации, которая отвечает за развитие хоккея в этой стране? Наверное, должен, если его там нет. Я так понимаю, что его там нет. Возможно, какие-то территориальные, региональные структуры, вот как Сергей рассказал про Омск, да, и наверняка там, и Санкт-Петербург, да, насколько я помню. Наверное, они тоже могут иметь право на существование, но будет только лучше всем. Вопрос тоже, как бы, на какие средства они финансируются и по какой программе они работают. Потому что мы все равно упираемся вот как бы в этот первый кирпичик. Ну, видишь, Газпром нефти, тут сразу вопрос снимается, на какие средства. Газпром нефти, есть такое желание, есть люди, которые и доказали, что это делать надо. У нас же вот особо-то не принято на долгосрочную перспективу. Здесь и сейчас. Когда отдача через два года будет? Нет, через десять. Ну, это совсем неинтересно. Но что-то меняется, слава богу. Я знаю, в Хабаровске есть тоже желание на это частные деньги будут, частные деньги. Это, я считаю, совершенно правильный подход. Но мы же все начинали с федерации хоккея. То есть вот федерация хоккея, как мне кажется, они были бы очень даже довольны. Молодцы, Газпром нефти, отлично, хорошее начинание. Но они, с другой стороны, мы умываем руки. То есть вот то, что ты сказал про мощный аналитический центр, который должен быть, и там должно быть предостаточно людей, это обязательно. Потому что вот это сейчас маленькая-маленькая ячейка федерации хоккея России и их региональные представители. Вот вспомните ситуацию, когда линчевание устроили Быкова и Захаркина, когда это заседание, и смотришь фамилии этих людей, и практически вот все, с кем я общался, кто эти люди. То есть они всплывают только в одном случае. Вот Михаилу есть что-то добавить? Микрофон только, Миша, дождись, пожалуйста. — Немного насчет линчевания Быкова и Захаркина. Смотрим, кто такой у нас Игорь Владимирович Захаркин, и чем он занимался с 2008 по 2010 года. Он у нас был заведующим кафедром теории и методики хоккея Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Мне интересно, а сколько он там лекций прочитал? — Много. Я тебе сразу могу сказать, много. И, кстати, Быков с Захаркиным были, наверное, теми людьми, которые предлагали сделать вертикаль сборных. Вот юниорская, молодежная и национальная. Дали им это сделать? Не дали. — Я считаю, что Захаркин на уровне в самом высочайшем это последний, пока единственный человек, которого можно назвать современным методистом хоккея. — Абсолютно. — При разном отношении человеческом к нему. — Я бы хотел тоже и собственного. — Поэтому насчет этого здесь абсолютно. — Хорошо. А вы мне скажите, как человек может на трех лошадях скакать, когда он и тренер Салавата, и тренер сборной, и еще и завкафедрой? — Малый, без микрофона. — Мне вот очень интересно узнать подробности. — Так как я учусь в Руговке, я могу рассказать некоторые подробности. — Вот, пожалуйста, да. — Значит, вот был Кубок Первого канала, по-моему, в 2010 году, наверное, и в пятницу день без игр был, и Игорь Владимирович приезжал в Руговке и читал там лекцию о шведском хоккее. — Да? — Это точно было. — Да, другое дело, что... — Нет, нет, он много лекций проводил. — Абсолютно. — Многие тренеры там сидели вот так вот и почти засыпали. Это действительно было так, но лекции он читал там. И, более того, проводились исследования со сборной России, с кафедры Руговка, с кафедры хоккея. Приезжала группа, и они ставили какие-то датчики там. Я вот, честно говоря, уже не помню, чему конкретно было посвящено это исследование. Но то, что они в то время проводились, и довольно-таки часто именно с национальной сборной, то это действительно было. — Я точно знаю, что ветеранов советского хоккея это раздражало. Они вот на это относятся все. Да, перестаньте вы с этой ерундой. И вот то, что Захаркин называл псевдоспециалистами, многие неправильно это перевели, посчитали псевдоспециалистами все себя. Журналисты, специалисты. И поэтому на него вот такая волна негатива. Но на самом деле многие вещи, которые он пытался привить и прививал в той же национальной сборной, они были достаточно современными и работали до определенного момента. — Я тоже, наверное, выступлю в защиту Игоря Владимировича, потому что, будучи, скажем так, коллекционером различной хоккейной литературы, у меня, как у многих, я думаю, людей такого, ну, более старшего, что ли, возраста, есть воспоминания и даже несколько экземпляров того, что раньше раз в год выпускался ежегодник хоккей, он назывался. Такое методическое пособие. Оно, кстати, выпускалось в Советском Союзе физкультура, если не ошибаюсь, и спорт издательством, не только по хоккейу, были и футбол, и баскетбол, как минимум. Что из себя он представлял? Это, по большому счету, был сборник методических статей, но еще там была одна очень интересная вещь, которую как раз я хочу мостик перекинуть. Там обязательно, это была одна из первых статей, был отчет главного тренера сборной о завершившемся в чемпионате мира. Причем это отчет не такими уж совсем распопчатыми фразами, а с некими технико-тактическими характеристиками, там, по звеньям в основном, да, как сыграли микроматчи, кто хорошо, кто плохо и почему объяснялось. Мне кажется, это очень важная такая штука, потому что мы сталкиваемся ежегодно практически, особенно в случае, если наша команда выступает так хорошо, как нам того хотелось бы, с тем, что у нас возникает некий информационный вакуум округ того, что тренеры сборной вообще думают по поводу выступления. И в связи с этим я как раз хотел к аудитории, к участникам обратиться вот со следующим вопросом. Не нужно ли нам каким-то образом в обязательном порядке вернуться вот к этой вот, не знаю, технологии, что ли, да? Вот каким образом это можно сделать? Стоит ли возродить, может быть, какие-то там тренерские советы, скажем, наставников там высшей, ну, континентальной хоккейной лиги, либо каких-то еще там ликаргов? Вот с этой точки зрения посмотреть на проблему. Да, Владимир Владимирович? Вот вернуться к чемпионату мира. Вот сборная Швейцарии, может ли кто-то назвать там выдающегося игрока, так сказать, который вот запомнился вот своей техникой, мастерством, мыслями там, я не знаю. А в московском Динаме можно сказать выдающегося игрока? Нет, это была команда, команда, это был какой-то глобальный, я не знаю, хоккей, сумасшедшие эмоции, все. Вот если бы им хватило эмоций, они бы были чемпионами мира, это совершенно точно, они просто устали. Шведы, конечно, это, так сказать, голова, все, играли прекрасно, много мастеров, но те просто их, ну, перебегали, они мелькали как в парной там, понимаете, неизвестно кто откуда, что и кто такой. И все время какие-то опасные моменты, это невозможно было понять. Вот, наверное, смысл, так сказать, современного хоккея вообще сейчас, вот в этом заложено. И шведский тренер, он стоит, вот всегда Виктор Васильевич Тихонов, так сказать, он внимательно смотрит за действиями тренера, ну, где-то ревнует, естественно. И вот он, ну, что это за тренер? Ни слова не сказал во время игры, вот стоит, смотрит. И тем не менее, шведы чемпионы мира, понимаете? А он стоит, вот смотрит, как играет его подопитель. Ни одного слова не сказал. Он в первые им что-то сказал, это естественно. Он не вмешивается. Считается тренер, который вот кричит, орет там, бьет, гулаком кого-то поможет. Ну, это тренер. А тут, вот тут масса каких-то есть нюансов, моментов, которые надо изучать внимательно. И Захаркин, это человек, которого мы недооценили. Я считаю, что это специалист, который должен был работать в нашем хоккее. У него очень много интересных мыслей. Я помню, вообще, когда он играл еще за юношей в хоккей, он был средним игроком таким, средним игроком. У него всегда какие-то были идеи, которые, так сказать, расходились с мнением тех, кто стоял у руля. Но он всегда их раздражал вот своими идеями. Что нам сделать для того, чтобы вот такие средние бывшие игроки и ныне тренеры, вот они не расплескали свой талант. То есть вот что конкретно надо сделать, да, не просто там как бы... Наверное, изучать опыт, во-первых, стариков, которые работали, так сказать, во всех отношениях, как они верят. Того же Тарасова, у него 20 книг, по-моему, о хоккее. У него там масса интересного, так сказать, написано вообще о людях. Это своеобразный хоккейный Станиславский. Так вот тут же даже вопрос... Мы вообще забыли про него, слышали. Вообще мы добивались своих успехов тогда, когда у нас у руля, ну не то что у руля, да, у руля сборной в том числе, у руля вообще хоккея, лидерами клубного хоккея в том числе, были люди неординарные. Они становились законодателями моды хоккейной. Сейчас мы не являемся все-таки законодателями моды хоккейной, надо признать. И поэтому, вот покуда мы... А неординарных личностей мы не приветствуем, мы их как бы теряем и забываем про них. Поэтому вот у нас ничего пока не получается, наверное. Ну вот федерация нам, да, показала, все, Быков с Захаркиным не нужны стали, все. Предположим, взять сейчас это хоккеистов швейцарских и наших, вот по сумме мастерства, там, ведение шайбы, там, бросок по воротам, щелчок, там, так сказать, умение сориентировать. Мы ни в чем не уступим, абсолютно. Но они почему-то лучше играют. Почему-то у них есть результат, у нас нет. Вот где зарыты собака-то, понимаете? Мне кажется, это тоже не совсем корректное сравнение при всем уважении за сборную Швейцарии, да? Тут очень много нюансов, которые мы так упускаем, все говорим о методиях каких-то там. Есть какие-то вещи, которые мы просто... Так это тоже система. Как это произошло? Это что же в итоге? Как это могло случиться? Что случилось? Да почему? А вот потому. Кстати, очень интересная вещь здесь прозвучала, да, как-то мы не обратили на нее внимания, но она тоже должна быть озвучена. Это действительно то, что по чемпионату мира, да, вот завтра исполком, но, собственно же, да, вот никаких слов-то никто не произнес. То есть вообще даже никто не разбирал, что произошло, да, то есть все наши специалисты, которые в свое время там 17-0 там или 15-0 голосовали, да, против Быкова и Захаркина, они сейчас как-то все немножко так отмолчались, да, они не сказали, что произошло, да. Вот на мой взгляд там то-то, то-то и то-то. Никто же ничего не сказал. Практически никто ничего не высказал. Почему сборная так высказала? Наши великие воротари, вот так сказать, которые там были, они терялись в каких-то элементарных эпизодах. Они даже не могли понять, как это могло произойти, вот пропустил шайбу между Щитков, там, в доме. Даже практически можно сказать, как это произошло, почему это произошло, почему? Она же на этот счет тоже не высказала. Им даже не... Были единицы, кто реально высказался. А ведь не, по сути... Оказывается, можно и так подыграть, понимаете? По сути, да, никто же не сказал ни слова, почему сборная провалилась, да, и почему вот там, я не знаю, ошибки Беллидинова, там, ошибки, я не знаю, еще кого-либо, там, любые. Но об этом же никто не говорит. Нет, Володь, это говорят просто, если бы это было интересно, мои два коллеги, два Александра, Александр Байков, Александр Хованов, люди, которые сейчас, наверное, одни там из лучших аналитиков хоккея, они разбирали непосредственно хоккей. В тех матчах, которые сборная России делилась со мной впечатлением, мне не хватает хоккейного образования, я не играл в хоккей на высоком и даже на низком уровне. И, на самом деле, достаточно четко, если бы есть желание, вот завтра будет Федерация хоккей России, ведь там не будут говорить о том, о том, о чем мы говорим. Это не какая-то глобальная проблема, это конкретный тренер, конкретные люди, конкретные матчи, где ошибки допускалось. И разбор это не будет иметь значения, на мой взгляд, даже к Сочи, не будет иметь значения. Просто в данном случае Беллизинов по каким-то причинам допустил больше ошибок, существенно больше, на фоне тех исполнителей, которые у него были. Ты вот где-нибудь прочитал хоть какую-то критику в адрес Ильи Ковульчука, который, в принципе, один из лучших бомбардиров чемпионата, но вот люди, которые глубоко понимают хоккей, наблюдая за действиями Ильи Ковульчука в матчах со сборной Франции и в матче со сборной США, отметили, что он был в этих матчах одним из худших по уровню своего таланта и возможностей, одним из худших. Я даже пробрызгал, но я не прочитал. Мне просто было... Не, ну побрызгал, вот тут знаешь, тут эта тема популярная, она спекулирует. Нет, я не к этому, я не к тому, что он там высказывался. Я по его игре даже ничего не прочитал. Я не прочитал там по игре Никулина, там, да, по игре... По игре Тютина, я написал, я написал и говорил об этом. Поверь мне, люди, которые, и Белезинов, и его помощники, этот материал собран достаточно специфически, конкретно по действиям каждого индивидуального игрока, по тем ошибкам, которые эти люди допускали. Просто было бы интересно послушать, как они будут отчитываться, но, насколько мне известно, был даже вариант, что журналистов могли не пустить на завтрашнее мероприятие. Привезти из полу в Швейцарии или где-нибудь в Англии? Вы знаете, вот, так сказать, картинки прошлого. По-моему, это 82-й год, в Финляндии, я бил репортаж, как раз наши играли с американцами, и мы проиграем 0-2 в первом периоде. И вдруг, когда до конца первого периода остается минут 10, Фетисов, капитан команды, находит их капитана и бьет ему по челюсти, да так, что тот отлетел метров на пять. Естественно, это всех возмутило. Американцы всей командой выскакивают на лед, наши тоже, и начинается всеобщая драка. Сзади сидят американские комментаторы, говорят, и вот они, у нас уводится картинка, в то время это модно было, значит, все в порядке, там что-то такое, балет показывают. Вот, я не знаю, что говорить. И я слышу, что говорят американцы. В то время, как наши дипломаты в Женеве, там, остатки холодной войны, там, уничтожают. Здесь идет горячий волк, и кто же затеял их? Конечно, русские, понимаешь? И вот такая политическая, значит, я слышу, они там между собой. После, да, второй период, там удаление масса, но мы этот матч вытянули и выиграли. Я подхожу к Фетису, я говорю, что ты наделал, ты зачем по морде въехал капитан? Он говорит, ты в хоккей ничего не понимаешь. Если бы я ему не дал по морде, мы бы проиграли. Вот был тот же Ковальчук, мог затеять драку в этом матче с американцами, все бы перевернулось, и мы бы выиграли в консенсор. Вот нужен был джокер. Понимаете, это дело, причем, да, я Фетисов спросил, тебе что, тогда этот самый Тихонов сказал, чтобы ты там набил морду американского? Нет, это я сам решил, я понял, что надо так перевернуть это. Понимаете? Есть вот такие моменты, эпизоды, которые в голову не придут никому, но был Фетисов, это был гений, так сказать, хоккейный. Понимаете? Он это решил. Коллеги, я хотел бы все-таки вернуться опять же к тренерскому вопросу, с учетом того, что мы уже более полутора часов беседуем, предлагаю как-то немножко завершить этот наш круглый стол, но прежде чем это сделать, вот короткое, может быть, чье-то мнение, а может быть, ни одного человека. Вот мы, если возьмем тот же самый Ванкувер, тех же самых канадцев, которые там выиграли, люди формируют тренерский штаб из, по большому счету, действующих тренеров, ну там, кроме Хичко, как и на тот момент, и то он как бы из Коламбуса туда ушел, но как бы все равно его можно считать действующим тренером национальной хоккейной клуба, национальной хоккейной лиги. И ситуации, как Лебедь, Рак и Щука, у них не получается, да, у них как-то прописана эта иерархия, есть генеральный менеджер, там, какое-то распределение обязанностей, там, Майк Бэб как лидер всей этой команды, тренерской, я имею в виду, почему-то у них это работает, то есть так же у них работает, когда они привозят на чемпионат мира, там, можно называть там шестую, пятую по составу там команду Канады, то же самое про американцев можно сказать, да, почему у нас вот этот опыт, он как-то не приживается на нашей почве, вот, есть у кого какие-то соображения на этот счет, почему у нас тренерский штаб делается под тренера, я не говорю, что это плохо, но может быть на такой турнир, как Олимпийские игры, имеет смысл как-то усиливать штаб, ну, скажем, полярными, может быть, чем-то даже специалистами, как это было у нас в Советской, там, в том же самом прошлом. Ну, не имеет никакого смысла, потому что если ты будешь настаивать, что в тренерский штаб включили другого специалиста, значит, ты берешь ответственность на себя. Ну, то есть только... А так дал тренеру, искал тренер, сказал, что он так вот выиграет, он ответит за результат, и поэтому он будет виноват. А потом, опять же, здесь есть четкая система, юниорский хоккей, молодежный хоккей, они идут, они растут по этой системе, они уже знают, что от них требуется, да, они постоянно вот в этой системе растут, они знают, он пришел в национальную сборную, он уже знает, что ему делать, да, там есть некая корректировка, да, она будет, но, собственно, он знает, как играть, то есть они готовы уже к этому. У нас пытались такое сделать, да, у нас пытались это сделать в молодежной сборной, опять вот сейчас в Уфе, но если ты делаешь так, ты должен под эту систему подбирать конкретных исполнителей. То есть не так вот мне там, да, Варнакову сказал, Беллидинов, вот так играем по этой системе, нет, так не должно быть. То есть тренер должен тогда под эту систему подбирать конкретно исполнителей, которые будут понимать, что от них требуется. А когда они выходят на лед, они не понимают, что от них требуется, то есть они где-то там с собой суперсерии сыграли по одной системе, а вот здесь они приехали на молодежный чемпионат, они совершенно в других были рамках, да, они должны были играть по-другому. И когда они уже плюнули, что мы так все равно, у нас так не получается, они стали играть несколько в другой хоккей, да, мы вроде как увидели другую сборную, но уже немножко поздно было. Классический пример Локтионов, который на самом деле вторую половину первого сезона в Нью-Джерси провел очень неплохо, и рекомендации того же Ковальчука, что Локтионов надо и посмотреть, и попробовать, получается, что и Беллидинов совершенно не знал, кого он берет, то есть он доверился мнению людей. А это решалось в самолете, это абсолютно, я вот сейчас могу честно сказать, вызов Локтионова решался в самолете, когда команда летела с Евротура, потому что Беллидинов понимал, у нас нет центральных нападающих, нам нужен кто-то. Объясните мне, как это может произойти, если у нас как бы тот же самый Беллидинов, освобожденный тренер, освобожденный тренер, то есть... Сергей, Сергей, мы опять вернулись, собственно говоря, к тому же, к отсутствию какой-либо системы, к отсутствию той же категории, которую держат пирамиду. Вот знаете, что происходит на уровне детского хоккея? Как правило, у нас сборные юниорские, сборные регионов, они формируются из ведущих команд, которые принадлежат каким-то клубным школам, а другие ребята, может быть, они по таланту не хуже, но они позже развиваются, они эту школу не прошли, и когда они подают в сборную, они не знают базовых упражнений, нет базы. Когда в европейских странах более компактных существует вот именно программа развития и воспитания юного хоккеиста, они знают базовость. И он в каждой сборной, эта база одна и та же. Одни и те же тренеры их ведут, и они там приходят в любом состоянии, он из любого клуба приедет, он знает, как в этой сборной тренироваться и играть. У нас разорванность эта приемственность, у нас приемственность нет из детского хоккея. И вот, собственно говоря, почему так больно всеми воспринят этот итог? И когда у нас говорят спортивные чиновники, ну что же вы так на сборную взъелись, потому что, в принципе, ну и канадцы проиграют какой год, и другие там проиграют, но так их не ругают, как у нас. А потому что мы долго-долго говорили, что вот швейцарцы нас обыгрывают на юниорском уровне, вот швейцарцы нас догоняют на молодежном, потихонечку щипают и бьют там, да? Мы все это говорили. Да-да-да, мы смотрим, но мы все равно дожмем своим лучшим составом любого швейцарца. И вот незаметно для нас этот момент наступил. Но пока еще нет, еще не было лучшего состава. Что шведы сказали после юниорского чемпионата мира, да, вот, который проходил у нас в Сочи, они сказали, слушайте, классный опыт, мы здесь так здорово, да, получили такой грандиозный опыт, да, мы все проиграли, но мы теперь знаем, что мы сделали не совсем правильно. То есть мы получили просто колоссальный опыт. Что сказали наши тренеры? Да практически ничего. Ну вот да, проиграли, да, вот. Вот проиграли. А никто же не сказал, почему проиграли? Как так получилось, опять же, вроде как, да? Я абсолютно уверен, что у многих болельщиков хоккейных, которые не следят за национальной хоккейной лиги, то есть не то, что уверен, а написали даже двукратный олимпийский чемпион. Александр Кожевников сказал, что вот этот защитник под 51 номером, просто удивительная вещь, а Тютин очень неплохой защитник. Но Тютин, вот, по крайней мере, защитник, это самый классический пример, он вообще не игрок системы Белелединова. И Белелединов не знал, как его использовать, использовал его абсолютно и совершенно неправильно, потому что ну так не бывает, смотришь игру Локтионова за клуб Анхайловский, смотришь игру Тютина за Коламбус, и в сборной видишь, как будто вообще совершенно других людей. Это так называемый технологичный хоккей. Людей, которые бы в Северной Америке, не один Кравчук, а еще в этом году он занимался юниором, а их должно быть как минимум 5 человек, должны четко понимать, какой хоккей будет играть Белелединов и переносит это на то, что они видят на НХЛовских площадках от того или другого российского игрока. Тема тобой, Сергей Пудин, она правильная, и она даже где-то связана. Разрыв, разрыв, который существует там в детском хоккее у нас, то есть несистемности, получается так, что за все отвечает Белелединов, и никто ему сейчас, условно говоря, не предложит какого-то помощника, который бы имел достаточно четкую, но почти полярную точку зрения относительно формирования и каких-то игроков. Поэтому пример советский, он очень показательный. У Тихонова был Юрзинов, у Чернышова был Тарасов. Все для того, чтобы был некий конфликт интересов двух мощных, но противоположных или, по крайней мере, разных точек зрения, все замкнулось на Белелединове, замкнулось хорошо год назад, разомкнулось, и это, безусловно, проблема, но, я так понимаю, до Сочи ничего же делать не будут. А уже, наверное, вряд ли, что успеешь сделать. А нет, на самом деле это можно. Что значит не успеть сделать? Нигде не попробовать, что ли? Ну, канадцы как бы и не парятся им. Где же мы попробуем, как сработается хич, как бэк, как и все остальные? Нет, не надо пробовать. Я вот просто, друзья, вот хотел сказать, вот, Сергей, возвращаясь к вопросу о том, что почему у нас так вот эта система канадская не приживается там, да? А вот кто-нибудь из спортивных коллег-журналистов скажет, кто у нас является председателем тренерского совета Федерации Хоккей России? Тот человек, который принимает отчеты у каждого главного тренера. А в Хоккей-кенде ты можешь такого человека назвать? Нет, я не знаю, я же не канадец. Мы же пишем о российском хоккее в большинстве. Я безоружил, все, ловил. Борис Александрович Майоров. Борис Александрович Майоров. Вооружил. Да. И это, вот они три заседания были, проходили по отчетам после молодежных юниорских первенств, там, осенью, несколько раз. То есть это не постоянно действующий орган, а, наверное, он должен быть постоянно действующим, куда бы входили эти тренеры, которые, может быть, на данном этапе безработные, но могут здесь приложить свой потенциал. Наверное, как-то так. Но мы отчасти об этом тоже уже говорили, да, что проблема тренерских кадров, она у нас очень яркая, причем не только детских имеется в виду, да, но и как бы... Ну, спасибо. Вот это... Спасибо за уброс. Это очень для меня показательно, учитывая, как я много общаюсь с тем же Борис Александровичем, и зная его... И он тебе не раскрыл. Знания и современные представления о том же зоокеанском хоккее, на любое практически там фразу, но я думаю, вы из вас видели и нашу программу «Первая пятерка», вот так. Все это ерунда, никто ничего нового не придумал. Нет никакой уже заинтересованности, что-то новое узнавать, зачем-то внимательно смотреть. Мы сами с усами, мы все знаем, мы все выигрывали. И вот эта вера в то, что если раньше ты работал, то и сейчас работает, она работает даже где-то против этих людей. Давайте финальную, наверное, ремарку от Владимира Псоевского. Мне кажется, тут, знаете что, все-таки вопрос так ставится, а мне это надо, вот там что-то подсказывать Берлидиновой. Я получаю хорошие деньги, сижу там, так сказать, в системе, а мне это нужно, чтобы потом на меня все свалили. Вот пустула, самый главный. Все так вроде делают, понимаете, а кто-то там встать, бить себя в группу, никто уже на это не пойдет, потому что хорошая зарплата, хорошая должность. Возвращаясь к тому, с чего я начинался, Решет, фраза, вот смотри, она завершающая будет, по-моему, даже неплохая. Не может хоккей быть отдельно от той страны, в которой мы живем. То, что мы обсуждали, это очень подходит ко многим многим областям. деятельность политики, экономики, администрации, чиновники очень похожи. Поэтому, с одной стороны, ничего удивительного, с другой стороны, я не думаю, что мы должны сложить лапки. И, ну, коль так, наша Родина такая, сынок, мы должны про это говорить громко. Надеюсь, кто-то из власть имущих да и услышит. Готов подписаться под этими словами. Хочу спасибо всем сказать, кто принял участие в сегодняшнем нашем этом кругом столе. И в свою очередь сказать, что мы постараемся еще собрать обязательно наших хоккейных журналистов, может быть, на какую-то другую злободневную тему. И будем рады, если вы присоединитесь к этой компании. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.